Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Здравствуйте! Хотелось бы начать с такого момента, который произошёл совершенно недавно — это выход передачи «ЕДИНОЕ ЗЕРНО». Эта передача, она, по сути, результат исследований, социальных исследований людей, которые, услышав те Исконные Знания, которые рассказывал Игорь Михайлович в передачах, те ключи, которые давались в передачах, просто вот загорелись этой идеей, объединились для того, чтобы в разных религиях найти то единое, объединяющее всех людей зерно. И вот как раз, чем ценна эта передача «ЕДИНОЕ ЗЕРНО», тем, что она показала, что большинство людей говорили о едином зерне, которое внутри них. Начиная от учёных, от простых людей, даже от представителей религии, люди говорили о том, что у них внутри. Да. Религия — это сборник традиций и многих правил по фактам. Как нужно, что нужно — это в помощь идущему. Это хорошо, замечательно, но истинное зерно, оно у каждого внутри. Его невозможно написать на бумаге. На бумаге мы всего лишь символы и знаки пишем. Мы не напишем о той Истине, которая в действительности внутри. Её невозможно описать, но её возможно прочувствовать. И тоже вот очень запоминающимся было то, что люди вот совершенно, несмотря на там, на свои национальности, на свои, опять же таки, религиозную принадлежность или вовсе не принадлежность, абсолютно все чувствуют то, что есть Любовь, которая помимо там, да, человеческой Любви, та главная Любовь, Любовь к Богу. Этот фильм… Чем ценен этот фильм? Тем, что он показал, что всё-таки большинство людей, превалирующее большинство, они это чувствуют. Они чувствуют, что есть Бог. Каждый по-разному его называет. Самое интересное, что даже человек, который называет себя атеистом, он говорит, «Ну я чувствую и я знаю». Это о многом говорит. Они чувствуют, что есть что-то. Не знают, как его назвать. А какая разница, как его назвать? Каждый по-разному называет. Мы говорим об одном и том же. Вот это ценно. Это ценно тем, что люди объединяются. Это говорит о том, что это возможно и это нужно. Вот это интересно. Ещё этот фильм как будто бы показал наглядно, как много людей вообще, которые уже свободны, можно сказать, внутри, потому что… Они не свободны. Они чувствуют, что это возможно. Но если смотреть в корень, то люди ищут эту свободу, они стремятся к ней. Но сознание, как и система, она делает всё, чтобы люди не получили этой свободы. Этот фильм, он хороший тем, что он вдохновляет примерами. Очень вдохновляет. Очень вдохновляет. Это правда. После него хочется просто вот что-то делать. И знаете, что он ещё важность показал? Вот мы как-то поднимали в передачах тему, что людям стыдно говорить о Душе, людям стыдно говорить о Боге. Не принято. Не принято. А не принято кем? Навязано. И вот как в предыдущей передаче «За Атлантиду», да, помните? Там за рабсодов рассказывали. Это, скажем, проплаченные люди, которые навязывают на общественное сознание определённое мнение. Так вот, вот этими рабсодами и было навязано последним поколениям то, что о Душе говорить нельзя. Можно говорить о ком угодно, о любых извращениях, об убийствах, о смерти. Это принято. Это людям нравится. Нравится кому? Сознанию человеческому. Ага. И это всё навязывалось и продолжает навязываться очень активно. А вот о Любви, о Боге, о Мире, о чём-то хорошем, о том, что действительно идёт от Души, об этом не принято говорить. И давайте посмотрим вот на кинопродукции. Что мы видим? Эти блокбастеры и всё остальное. Эмоции, выкачика каких-то просто мяса. Абсолютная эмоция, абсолютное насилие везде, зло и какой-то герой. Который сам… Пробеждает это зло, хотя теми же методами… Теми же методами и сам тем же злом и является зачастую. Ведь много фильмов, сериалов на сегодняшний день, где маньяк-убийца борется с неким злом, и получается воля-неволя мы как бы становимся на сторону маньяка и за него переживаем. Да. Ведь много таких фильмов. И что происходит? Мы это принимаем. То есть человек копирует эту модель… Совершенно правильно. И вот фильмы «За Атлантиду» и «Единое зерно», вот они показывают и дополняют друг друга. Они показывают ту правду и показывают, что всё-таки люди живы, что люди понимают и много чувствуют и знают. Вот если фильм «Атлантида», он показывает суть и причину, скажем, почему так пошло и когда человечество перестало быть человечеством… Ну я упрощу, человек, он дуален, да? Одна часть человеческая — это ангельская часть, другая часть — это звериная часть. Об этом давно говорилось, и это общеизвестный факт, скажем. И вот вопрос стоит просто ребром. Кто должен доминировать? Ангел управлять зверем или зверь управлять ангелом? От этого зависит вектор развития и будущее самого человечества. Когда зверь управляет ангелом, когда в это время ангел, извините, как общипанная курица, забившись в угол, перепуганный от дикой собаки, которая его постоянно грызёт. А так люди себя и чувствуют в действительности. Они боятся даже подумать о Боге, а к Богу только потребительски относятся и тому подобное. Почему? Потому что зверь доминирует. И вот когда ангел человеческий, та Личность, которая действительно является человеком, находится в состоянии вот этой общипанной, загрызанной, покусанной, такой бешеной собакой, находится в таком угнетённом состоянии в углу, то о какой духовности мы можем говорить? И о каком будущем этого человечества мы можем говорить? Ну вот если мы откинем всё, мы вне политики, вне религии, нас это не касается. Как движение. Но как любого гражданина, мы живём социуми, мы в нём существуем. Если мы вот непредвзято глянем на мир, что мы увидим? Мы увидим постоянные распри, войны, экономические войны, реальные войны. Вот то, что вот происходит сейчас, когда гибнет молодёжь. Борьба и противостояние. Борьба и противостояние везде и всюду. Ну разве не так? По всему миру идёт это. Мы можем назвать это цивилизованным, развитым обществом. А что произойдёт с этим обществом? Я думаю, любой здравомыслящий человек сам понимает, что как ни крути, а конец понятен. И тот, кто имеет глаза внутренние, тот, кто имеет слух внутренний, тот всё понимает и знает сам. А те, кто живёт под диктовку тех же раб-содов, им это не нужно. Это всё равно. Так вот, если будет по-другому, когда ангел будет держать на жёстком поводке вот эту собаку бешеную, которая является звериной частью человека, она ненасытна, и управлять её, и это бешеный пёс будет ручным, ну скажем, исполняющим всё, что необходимо, тогда и человечество изменится. И знаете, что самое замечательное? Что «Единое зерно», вот этот фильм, он показал, что всё-таки это возможно. Несмотря на все старания тех, о ком рассказывается в фильме «Атлантида», я так аккуратненько обойду это всё, это возможно. Если люди захотят и выберут, скажем, жизнь вместо смерти и любовь вместо страданий, ну это всё от людей зависит, от их выбора. Если люди хотят жить в мире, в счастье, в Любви и быть по-настоящему свободны, то им никто не мешает. Они могут взяться за руки и подружиться со всеми, и это будет. Ну а если людей удовлетворяет жить в проблемах, под диктуру сознания, вечно в печалях, в проблемах, в борьбе, в противостоянии, в страхе, и существовать, не жить, а очень короткий промежуток времени — это их выбор. И в этом самое, скажем, замечательное, что дал Бог. Бог дал право выбора. Вот говорят «воля человека» и тому подобное. Ну скажем так, человеческая воля — это и есть ничто иное, как право выбора. Что он выбрал, то и будет. Так же это касается и всего человечества, как индивида, так и всего общества. Что выбрали, то мы и получили. Я ещё добавлю по поводу того, что «Единое зерно», что фильм «Единое зерно», он показал… Вот вы очень такие тёплые слова сказали, они отзываются внутри глубокими чувствами и пониманием того, что действительно ведь в мире сегодня происходит много хорошего, и люди, они объединены вот этой внутренней идеей доброты, счастья, любви. И это настолько вдохновляет, что ты понимаешь, что на самом деле люди хотят мира, на самом деле люди хотят счастья. И на самом деле они уже его испытывают, да? Вот те люди, которые соприкоснулись с ответами, которые вы даёте, с ответами, которые реально на сегодняшний день волнуют большинство людей. Вот если честно признаться, ведь вот эти знания, которые вы даёте, ими интересуется каждый на сегодняшний день. Потому что когда человек остаётся наедине, когда человек просто, ну как, не знает ответа на то, что его волнует. Ведь все вот эти преграды, вот тема сегодняшней передачи, она же выбрана тоже не случайно, что свобода. Что значит свобода? Вот хороший вопрос. А что значит свобода? Ну вот как по-разному трактует, да, человек, который находится под сознанием, понятие свобода и вечность. Есть, что понимает человек под словом «свобода». И опять мы возвращаемся к кому? Мы возвращаемся к ангелу и зверю внутри человека. Ведь понимание разное абсолютное. С одной стороны, люди чувствуют, что такое свобода, и опять мы возвращаемся к единому зерну, к фильму, который показывает, что люди чувствуют, и они стремятся к этой свободе. И они понимают, что такое свобода. Свобода — это Божья Любовь, это Дух, это Жизнь. Свобода — это Вечность. Свобода — это свобода от диктовки трёхмерности, от материи. Свобода — от диктатуры зверя внутри тебя прежде всего. Вот это и есть свобода. И люди, слава Богу, это чувствуют. Но есть и другое понимание свободы. Свобода, которая диктуется зверем. Для него власть — это свобода. Чем больше властью он обладает, тем большей степенью свободы он располагает. Но это так считает система. Не система даже, так считает зверь внутри нас, то есть наша звериная часть, да, материальная со своим сознанием и со всем остальным. И каждый человек, как ты говоришь, оставаясь один на один, когда… Особенно, скажем, человек сталкивается с какими-то проблемами в жизни, или же просто, находясь в покое, начинает рассуждать, а кто я? Кто человек на самом деле? И когда он задумывается о себе, зачем он здесь? То вот здесь возникает у него даже внутренний диссонанс. И чаще всего, если человек соприкасается с чем-то духовным внутри себя, светлым, то он начинает испытывать страх. А страх чей он испытывает? Страх, как раз исходящий от сознания. Вот кто не пускает человека к истинной свободе? И почему он его не видит? А потому что это и является частью самого человека. Мы уже рассказывали по этому поводу и не раз. Ведь наше сознание — это ничто иное, как то, что стоит перед нашей Личностью. Сознание, оно как раз и контактирует с трехмерностью. Если не будет сознания, мы не увидим трёхмерности, мы не увидим друг друга, мы не сможем друг с другом контактировать, так как здесь. То есть на простом вербальном уровне мы видим друг друга, мы видим наш объём, наше расположение в пространстве. Ну это всё исчезнет, исчезнет вся трёхмерность. Но чувственное восприятие именно к Личности, оно должно как раз развиваться и воспитываться. И если мы возьмём ребёнка, который будет воспитываться среди зверей, он вырастет, он будет зверь. У него не будет развита Личность. Он даже не сможет развить в последующем своё сознание должным образом. То есть он никогда не станет человеком, если он первый период, период становления развивался как зверь. Почему? Потому что именно стая зверей, она как раз и продиктует своё, свой уклад. И его сознание сформируется на общем эгрегоре самой стаи. Ну это не раз уже было, к сожалению, и это подтверждается. Но это говорит о чём? О том, что наше сознание, оно требует постоянного развития. Но также и наша Личность требует постоянного развития. А сознание рассказывает другое. Да, оно рассказывает раз Личность человека или то внутри, что идёт от Бога, оно должно первое всё знать. Вот всё и обо всём. Оно должно быть развито, оно должно быть совершенное, ведь Бог не может быть несовершенным. Простой вопрос. Человек по образу и подобию создан, да? Да. Значит, он должен сразу что? Он родиться с бородой в сидящем кресле. Ну так же ж? И по щелчку должно всё происходить, даже мухи падать, вот как в фильме «Аклантида» показано, когда Богу было скучно. Ну разве не так? Весь комплект волшебных предметов. А как же, конечно. И вот получается, что сознание — ничто иное, как лживое существо. Оно навязывает одно, скрывая другое. А вот когда человек занимается, когда он наблюдает за ним и просто-напросто, скажем, загоняет этого зверя в угол, не зверя-ангела, а ангел загоняет зверя, всё становится на свои места. Но тогда человек обретает свободу. Свободу от диктатуры своего, своей части звериной, да? То есть от его доминирования. Но для того, чтобы этому научиться, нужно потратить много сил, времени, и действительно этим надо заниматься. Ну и здесь я бы хотел поднять другой вопрос, что есть ведь два пути. Есть духовный путь, скажем так вот, для мирянок, как говорят в религии, да? А есть для тех, кто становится на служение. И ведь это разные вещи. Абсолютно. Ничего, на вопросах по этому поводу, как отличить, например, бракта служить. Действительно, это ж… Ну это разные вещи. Служение, оно требует дисциплины, самоотдачи. Здесь человек прекрасно понимает, что он может сделать очень многое для Духовного мира. И он, скажем, не о себе заботится, не о своём пребывании здесь, а он заботится о большем, он заботится о людях. И естественно, что его забота должна идти через своё духовное саморазвитие и приносить, скажем… Максимальную пользу. Максимальную пользу для Мира Духовного, конечно, и для людей, как духовных существ, как для Ангелов будущих, а не как, скажем, членов стаи, да? Зверины. Интересный момент, получается, даже если возвращаться к тому посолу людей, которые участвовали в проекте «Единое зерно», получается, что вот эта маленькая победа каждого над тем зверем внутри себя, преодоление, маленькое преодоление. Просто вот загорелись интересом и решили изучить, преодолев сознание, которое говорило и останавливало, и рассказывало о том, что не нужно этого делать, и что это неактуально. Что я не знаю, что у меня не получится. Да, что это не получится, что это вообще безнадёжно. Преодолев сознание внутри себя, когда Личность выходит… Страхи свой, да. Да, то есть преодолев это, породили такую волну, как много мы услышали людей, которые искренне говорят о Любви, которые искренне говорят о Боге. И самое интересное, что после этого проекта, то есть пошла новая волна, как много людей именно откликнулось… Потому что это живое. Продолжение, да. Почему? Потому что это резонирует именно с их внутренним состоянием, это резонирует с внутренним ангелом человека, с его ангельской сущностью. Если мы посмотрим, какие люди действительно раскрывались и как они раскрывались, ведь они раскрывались действительно в чистом, от Души, говорили об этом. Почему? Потому что это составляющая любого человека. В общечеловеческом жизни. Даже не понимали, как вот эта их работа над собой и вот эта их маленькая победа внутри себя, какой она в глобальном плане запускает механизм и резонанс. Да, конечно. Это тоже есть часть служения. И самое главное, что вот перевёрнута вот эта монада, вот то, что навязывалось рапсотами, то, что навязывалось системой, какая-то неловкость, чтобы говорить на эти темы или нет? Сейчас просто хочется говорить, хочется продолжать отзываться на вот этот вот… Правильно, потому что то, что очень долго, скажем, угнеталось и считалось уже забытым, ну как пережитком, да, таким прошлого, оно, оказывается, доминирует в людях. И оно оказывается, что оно очень дорого и близко всем, по всему миру, всем людям. И как система ни старалась, но убить это не смогла. И это радостно, что действительно люди пробуждаются, что они действительно чувствуют, и они стремятся и… самое хорошее, и самое замечающее, что они не боятся об этом говорить. Это свобода. И показывают пример другим людям, которые сидят и приняты. Конечно, конечно. Здесь есть части служения, но здесь есть и самое важное то, что люди чувствуют свою дуальность. Люди понимают, что есть и духовная составляющая внутри, во всех языках, во всех религиях. И это очень важно. Это то, что объединяет. Это как раз и есть там внутренняя любовь, внутреннее стремление к Богу, это то, что издревле называлось «АЛЛАТРА». И вот замечательно, что есть и учёные, которые подтверждают «АЛЛАТРА», что оно значит и тому подобное. Ну видите, как всё просто, но всё становится на свои места. Оказывается, и прошлое не забыто, и есть, кто это изучает и знает. Но просто о них не знали люди, а теперь знают. И всё больше и больше узнают. Это же интересно. И самое очень ценное, что, ну как бы большая благодарность и людям, что те знания, которые Вы рассказывали в передачах, делились ими, что они не были просто услышаны и применены для себя, а что было, было продолжение этой волны, что они вдохватили эту волну и раскатом вот таким вот… Ну в этом смысл. В этом смысл. Это есть также часть служения, служения Миру Духовному. Когда ты чувствуешь эту потребность к свободе, к Любви, и когда ты это испытуешь, ты этим делишься. Ну мы уже не раз говорили, что невозможно это удержать. Это стремление делиться этим, ну… Это как солнце, которое невозможно удержать в себе. Им хочется вот осветить весь мир. Ну это замечательно. И его становится всё больше и больше. А это обязательно так. Вот что самое интересное, что ведь если ты делишься Духовным, если она тебя переполняет, то её становится ещё больше. Если ты делишься Духовной Любовью, чем больше ты ей делишься, тем больше ты получаешь. Это как раз и говорилось, «Столица и тебе воздастся». Это имелось в виду. А не то, что ты подарил кому-то 100 долларов и ждёшь, что тебе вернётся… Да, десять тысяч, потому что столица должна вернуться. Не вернётся. И не в этом смысл — вернётся или не вернётся. Это всего лишь бумажка, которую ты с собой не заберёшь. А вот Любовь Божья — это то, что как раз и гарантирует тебе будущее. Так вот мы подходим к какому вопросу? Служение. Есть путь служения. Служение бывает разным, есть полная удача, есть вот такое вот, как вот сейчас вы рассказали, люди от Души чувствуют, делятся. А есть, ну скажем, даже простая формула, которая позволяет людям осознать, что такое Личность, да? Это не служение Миру Духовному, это служение Ангелу внутри себя, служение самому себе для того, чтобы дать ему хоть какую-то свободу, чтобы человек смог осознать, что он не зверь и уйти от этой диктатуры, научиться противостоять тем глупостям, которые навязываются и которые делают жизнь несчастной, скажем проще, для того, чтобы обрести счастье и прочувствовать Любовь настоящую, да? Не призначную Любовь от человека к человеку, которая диктуется как раз вот этим зверем, а настоящую в нём и приблизиться к свободе. Что для этого необходимо? Вот простому человеку, вот люди же часто задают этот вопрос, самые первые шаги. Человек понимает, что есть, вот иногда он что-то чувствует, но тут же отвлёкся и всё потерял. И опять его грызут мысли, он не знает, как от них уйти, от этого сознания. И он начинает замалчивать, ну сам себе врать о том, что всё хорошо, всё замечательно, ну как сам себе? Сознание ему рассказывает, а он с этим соглашается. Сознание говорит, ты ж не можешь, ты ж… у тебя не получится. А как сделать так, чтобы человеку получилось? Вот простой вопрос. Ведь очень многим людям это нужно сейчас, которые вот смотрят на нас и говорят, да, расскажите, как проще. Вот без всех ваших наворотов, потому что вы вот что-то поняли, вы что-то знаете, вот вы смогли преодолеть, а как мне научиться? Вот надо рассказать вот просто человеку. Вот что вы могли посоветовать? Вот есть один такой момент, который касается, ну, в принципе, развития каждого. Ведь очень, ну, недопонимание, которое возникает у человека, оно связано именно с тем, что нужно развивать в себе. Вот вопрос развивать Личность, да? Личность, она же чувствует, вот через Личность идёт вот это воспринятие. А как найти Личность? Да, вот как найти, вот… Простой приём. Да. Вот самый простой инструмент, который может человек использовать, любой человек, вот сидящий с нами за столом здесь, как он может использовать инструмент, самый простой, для того, чтобы осознать, что он дуален, что действительно в нём есть Ангел и в нём есть зверь. Мы же много раз так о буйственности говорили, да? То есть найти вот это… Да. А ведь невозможно. Самое интересное, что вот этот наш товарищ, вот сидящий напротив меня, он никогда не сможет противостоять системе, сатане, как его бы мы ни называли, никогда, если он не поймёт, что он Личность. Как простому вот моему хорошему другу стать Ангелом, как для этого ему нужно понять, что он Личность, какой инструмент ему использует. Вот всё время вы меня спрашиваете, но я… Какие неожиданности. Ну вот так. Наращивать вот этот опыт другой, совершенно другой, да, другой чувственный опыт того, что внутри живёт, загорается. Понять, что… Вы же опять говорите высокими категориями. Нужно и… Мой друг этого не понимает, вот сидит. Он говорит, вот вы рассказываете опыт, чувственное восприятие. А он не знает, что такое чувственное восприятие. Мне кажется, я знаю, что нужно сделать нашему другу. Да. Ему нужно попробовать слушать нас не сознанию, потому что словами мы вряд ли сможем сейчас объяснить то, что… Вы опять говорите о категории людей, которые способны чувственно воспринимать. Мы о них тоже поговорим сегодня, потому что у меня здесь несколько друзей. А вот товарищу, который в силу определённых сложившихся обстоятельств рос вот именно под гнётом системы, ему приходилось преодолевать, много думать, выживать. И сейчас сознание его доминирует над Личностью. Он не может дифференцировать, где Личность, где сознание. Он постоянно путается, и он пытается сознанием что-то делать, у него не получается. Но он чувствует, что то, что мы говорим, здесь есть, вот что-то есть. Вот он что-то цепляет, он понимает, что да, вот что-то исходит от вас, вот. А как же ж мне научиться? Вот как утвердиться на этом пути? А утвердиться можно одно, только через личный опыт. Иначе это всё опять, как в любой религии, остаётся болтовнёй. Я должен сделать то, поклониться то, а что я получу? Понимаешь, ну это не магия, что получать материально. Но где свобода внутренняя, где радость, где Любовь? Даже если что-то происходит, оно происходит. Вот сегодня вспышка произошла, а завтра ещё хуже. И он не может приблизиться к этому состоянию, которое было. Вот как помочь моему другу? Вот что для этого практическое ему нужно сделать? Не говоря высокими категориями. Почувствовать процессы, которые идут на расширение изнутри войны. Опять почувствовать процессы извне. И вот вы опять говорите о… я понимаю… Есть практический пример, ну того, как нам в своё время помогло, и то, что вы советовали неоднократно, но проведение дневника, то есть начать записывать свои мысли, излагать… Правильно. И вот смотри, что мешает моему другу? Да. Ему мешает сознание. Оно ему не даёт писать дневник. Да. Оно ему запретило. Да. А запретило как? Да что ты будешь писать, ты всё понимаешь, ты всё знаешь, тебе это не нужно. Зачем тебе писать, когда ты всё помнишь? А на самом деле вот мой друг хороший, он послушал передачу, получил всплеск, через пять минут он её уже забыл. Он вообще забывает напрочь всё. Почему? Потому что сознание не даёт ему этого понимания. Оно стоит… Ну зверь, он и есть зверь. Это самый страшный, самый первый страж на пути к миру духовному. Оно тут же его отводит, тут же его увлекает. Он, ну он мой хороший друг, но он раб, раб системы. А ему надо помочь. Как скинуть ему эти кандалы, понимаешь? Вести дневник он не может в априори. Почему? Потому что ему сознание запрещает. Даже когда он берёт и садится, начинает писать, у него пустота в голове и сознание говорит, «Да что ты будешь писать? Тебе ж нечего писать. И зачем ты это пишешь?» Ну вот так написал. Завтра ему сознание говорит то же самое. Записываю. Ну я понимаю, что этот опыт, это опыт для тех людей, которые чувствуют больше. И они пойдут на это, и они будут писать всё, и они будут это изучать. Ну извините, это для тех, кто чувствует потребность в служении. Они будут детализировать всё. А мой друг работает. У него работа, учёба, ну какая разница? Он занятый человек. Просто лежит, вот смотрит сериалы на диване. Ну имеет право. Но в то же время он хочет стать счастливым, с чего-то начать. Вот для него, как для мирянина, как для человека, ищущего. Что нужно сделать? Самые первые шаги. Вот видите, я не могу от вас услышать. Вот так же и они от нас не могут услышать. И вот в этом проблема, что люди, даже слегка чувствуя, иногда получая всплески, они не знают, что делать. Ну разве не так? Ну так же же. Это и заставляет их сомневаться, шататься и всё остальное. А самый простой пример какой? Приём вернее. И самый лучший инструмент. Для того, чтобы не испытывать зла, не испытывать страданий и боли, нужно что? Отказаться от плохих мыслей. Когда человек понимает, что он хочет быть счастливым, и вот мой друг хочет испытывать радость, ему нужен самый простой способ и самый простой инструмент. Это отказываться от, скажем, угнетающих мыслей. Вот приходит мысль в голову, что ты страдаешь, ты бедный. А ты говоришь, нет, я счастливый, я люблю Бога. Вот просто вот так. Как в форме игры даже. Начать играть. Запрещать своему сознанию кого-то осуждать, ненавидеть, вот злиться на кого-то. Вот просто запретить. Скажи, нет, я не буду. Сознание говорит, вот это плохой человек. А ты говори, почему он плохой? Чем он хуже меня? Вот так и отвечать, парировать, заставлять часть сознания понять нужно одно. Вот, мой дорогой друг, запомни одно. Ты финансируешь свои мысли. Это действительно так. Мысли ты не заказываешь в голове. Они приходят извне. Есть сомнения? Посиди, подумай. Давай подумаем о бабочке. Да, ты можешь увидеть бабочку сейчас в голове, представить её. Удержи пять минут в голове эту бабочку. И ты поймёшь, что ты её не удержишь. Тебе придут рыбки, обезьянки, лимоны, апельсины, сосед хромой, да кто угодно. И бабочка эта будет с ними перемешка. А ты просто вот удержи бабочку. Не получится. Почему? Потому что ты не хозяин сознания. И когда ты понимаешь, что ты не хозяин сознания, но ты финансируешь именно своим вниманием, то, что ты вкладываешь и обращаешь на это внимание, да, то есть в своей голове, то ты как бы финансируешь. И вот это финансирование, то есть отдача энергии, оно и приводит к жизни те или иные мысли. Они потом в последующем могут на тебя влиять, влиять на твою жизнь, на жизнь окружающих тебя людей. Почему? Потому что приняв мысль о том, что этот человек плохой, ты к нему начинаешь относиться как к плохому человеку. Ты его торгаешь. А чем же ж он хуже тебя? То есть вот простой вопрос. А когда эта мысль идёт, ты говоришь, нет, постой, мне не нужна такая мысль. Я не буду осуждать этого человека. Просто-напросто. Ты отказался и думаешь о хорошем. Сознание пытается всунуть тебе опять какую-нибудь нехорошую мысль, зло, страх, ненависть, пытается тебя принизить или возвысить. А ты нет. Рассказывай просто. Я хочу вот о Любви, о радости, но о Любви не в понимании человека к человеку, а о Любви в высшем понимании. Просто радуйся. Радуйся тому, что ты дышишь. Даже если ты болен, даже если тебе тяжело и плохо, посмотри, что есть зелёная трава, что есть голубое небо. Даже если оно серое заволокло тучками, ну какая разница? Даже если идёт дождь и гроза, полюбуйся этим дождём и грозой. Пойми одно, что пройдёт немножко времени, и ты этого не увидишь. Почему? Потому что жизнь слишком коротка. И то, что тебе кажется далёким-далёким будущим, оно сегодня же, вот сейчас же будет. Просто то, что годики пролетят, и настанет это сейчас, ну, это как эксперимент можешь назначить дату в своей жизни. Не важно, час, два, месяц, день, год, десять лет. Однозначно, это сейчас будет. Очень быстро приходит время. И всё, что казалось далёким, оно становится прошлым. Это правда. Вопрос лишь в том, куда делись эти годы? В пустоту? Или ты их использовал для чего-то важного, нужного? Важное и нужное в человеческом понимании, то, что рассказывают системы, это построить дом, ну, как всегда. В общем, обеспечить себе быт. Я не скажу, что это плохо, это нужно делать. Это ты обязан это делать. Тело — это твоя машина. И ты обязан её содержать в чистоте, в здравии. Ну и это нормально. Сознание должно работать, тело должно работать. Оно должно зарабатывать и обеспечивать себя. Это вообще естественный процесс, он даже не обсуждается. Но оно не должно диктовать тебе, тебе как Личности. И вот, чтобы понять, что ты Личность, когда ты начинаешь запрещать сознанию принимать мысли плохие, и начинаешь принимать только хорошие мысли. И вот говоришь, я не хочу плохое, я хочу хорошее. Я хочу радоваться. Оно тебя начинает угнетать, вот кто-то тебя достаёт. А ты выйди, глянь, ну просто на серое небо, на дождь или на солнышко и просто порадуйся. Вот откинь мысль и радуйся тому, что ты видишь. И неважно, даже если ты смотришь на ободранные обои, скажем, ты радуйся, что ты это видишь и что они есть. И вот эта радость, она мелкая, маленькая, быстро проходящая, потому что сознание пытается затереть. Но если ты это испытал раз, ты это можешь увеличить всегда ещё раз. И каждый раз, каждый день, каждый свой опыт ты будешь увеличивать и усилить. И в конечном счёте ты поймёшь, что ты диктуешь сознанию. И мысли приходят те, которые ты хочешь, потому что ты другие отвергаешь. Ты чувствуешь, ты начинаешь чувствовать, что есть Любовь. Ты начинаешь чувствовать, что есть радость, и жизнь становится прекрасней. Даже если ты испытываешь боль в теле, ты болен. Проблемы со здоровьем на этот момент, но это же проблемы с временным телом. А мы говорим о Вечности. Личность, она испытывает боль тела. Сознание не испытывает эту боль. Но есть другой вариант. Оно испытывает боль тела, пока оно привязано к телу. И в этом суть. Пока оно привязано к сознанию, ведь именно сознание рассказывает о боли в теле. А если мы рассмотрим, что такое тело? Да, набор молекул и тому подобное. Что такое боль? Это сигнал электрический, который идёт, раздражает. Это всё, иллюзия превращается в невыносимую боль, которую испытывает Личность, она страдает и тому подобное. Но это всё заканчивается, это всё проходит. И это очень быстро заканчивается. А то счастье и радость, которую ты сформируешь, оно может остаться навсегда. И вот в этом смысл. Это первый шаг понять, что ты Личность. Это первый шаг к Ангелу. И, скажем, первый шаг в противостоянии зверю. И он может дать тебе возможность обрести свободу, настоящую свободу. Свободу от сатаны, свободу от зверя. Это самое простое. Не держать зла. И вот скажите, разве об этом не говорится в религиях? Всегда. Кто это понимал? Вот не думай о плохом, не делай это. Но сознание же говорит, ты покажи мне такого человека, да? Вот я посмотрю на него, вот если он так живёт, то дай яму. Тут же читает о святых, говорит, ну это же святые. Ну вот так работает сознание. Оно всегда всё подвергает сомнению, всегда всему противоречит и тому подобное. Вот мы не раз уже говорили, люди, называющие себя, ну скажем, чуть ли не святыми, духовно зрелыми и тому подобное, они были вообще настолько духовно развитыми, что возглавляли, скажем, одно из духовных направлений. Ну и они потребовали казнить Иисуса Христа, они Его не почувствовали, Сына Божьего. И о чём мы можем говорить? Правильно? А вот этого чтоб не было, человек должен заниматься собой. И слава Богу, что на сегодняшний день мы знаем, что по всему миру духовно свободных людей становится всё больше и больше. Именно свободных во духе от диктатуры сатаны. Это замечательно. И очень многие люди чувствуют, вот действительно чувствуют, чувствуют, что есть любовь, что есть Бог. И это не сказки, и они уже об этом могут говорить. Ну разве это не замечательно? Это великолепно. Вот хотелось добавить о том, что люди, которые понимают, что нужно не думать о плохом, но многие не замечают, когда переходят на вот этот момент. Да, это ещё одна проблема, когда происходит подмена. Да, да, конечно. Вот человек, он думает о хорошем, он заставляет думать о хорошем в свои сознания, он уходит от плохих мыслей, и тут же вот он что-то вронил, наклонился, поднял, отвлёкся. И уже мысль, вот упала, разбилась бы, и пошла печаль, и тут же следующей мыслью, что какой сосед негодяй, да? Почему вот он… Я у него взял дрель на пять минут, месяц не отдаю, а он негодяй со мной даже и здороваться не хочет. Ну вот. А вот здесь Вы ответили на очень волнующий вопрос. В своё время это мне тоже очень помогло о том, что люди очень часто задают вопрос, ну какие же мысли приходят от животного, да, от сознания, а какие мысли вот они правильные, хорошие, иноцененные? Нету мыслей хороших. Да, да. Это вот для всех, чтобы было понимание. От Мира Духовного мысли не приходят. Это правда. Все мысли в твоей голове, которые ты чувствуешь, испытываешь, это всё диктатура сатаны. Сатана может тебе рассказывать о Боге. Это опять-таки, что такое сатана? В религиозном понимании это некто, ну, с рожками, ушками. А что такое сатана? Сатана — это программа, это информация. Твоё сознание — это часть программы. Мы много об этом говорили, но это для простоты понимания. Вот у девочек планшеты, да? Тут программки, которые всё вырисовывают. Если мы глянем на программки прописанной, там нолики и единички. Но они видят циферки, они видят картинки, но они-то состоят из ноликов и единичек. Вот так работает сама система, так работает наше сознание, которое является частью системы. Да. Прописанный код. Банально прописанный код, но он нам портит жизнь. В этом смысл этого кода. Он должен держать за хвост и держать крепко всякого, кто не достоин Мира Господнего. И всякий, кто недостойного, кто не может переступить, кто соблазняется всем земным и смертным, он обрекает себя на что? На страдания, на смерть. Но человек имеет право на что? На жизнь. И говорят, несправедливо. Как несправедливо? Все войны начинаются под диктовку сознания. Вся злость идущая, вся жадность, вся зависть, вся подлость человеческая — это всё, ребят, ваше сознание. И всё начинается там. Но начинается оно потому, потому что вы это финансируете, вы это выбираете. И вы поддаётесь этим соблазнам и действуете, делаете сами. Разве это Бог делал? Разве Бог сказал человеку «убей другого человека»? Разве Бог сказал «плюнь в спину товарищу, обмани, укради»? Разве Бог критикует в тебе другого твоего собрата? Нет. А разве Бог тебе рассказывает, что ты никчёмен, что ты ничего не можешь и ты ни на что не способен? Ну что, не так? Нет. Это всё сознание. Любая мысль — это сознание. Любая оценка — это сознание. Вот звучит вопрос, а как же ж тогда, если всё это сознание и часть этого? А что такое ангел? Ангел — это как раз тот, кто чувствует. Это он, ангел, воспринимает этот мир под диктовку сознания. Он его не видит, но он чувствует. И вот составляющая, внутренняя часть, чувственная часть, как раз то, о чём вот многие люди и говорили в «Едином зерне» в этом фильме, да? Это та внутренняя, чувственное восприятие, оно воспринимается всецельно и по-другому, не так, как сознание. Ну найти и освободить этого ангела очень просто, и осознать, что ты, извините, Личность, а не часть программы вот этих ноликов с единичками прописаны. Очень просто — это начать запрещать своему сознанию навязывать вам то, что вам не нужно, навязывать системные установки. То есть плохие мысли, нехорошие действия и всё плохое. И тогда, когда вы будете засыпать счастливо, вы будете просыпаться счастливо. Первое время, конечно, вот многие на своём опыте вот сколько рассказывают, да? День держится, а ночью приходят мысли, которые диктуют. Ну это же первое время. Когда человек усиливает работу над собой, то что происходит и ночью? Если что доминирует в нём, то оно и происходит. Совершенно правильно. То есть даже ночью… Он уходит к Богу. Он уходит к Богу, и никто не может справиться. Ведь это ж очень просто — уйти от программки на самом деле. Единственное, что нужно — немножко приложить усилий. Но в этом-то и смысл. Если человек не будет прикладывать усилий, если он не чувствует, а чувствует каждый, лишь потом, забивая и отвергая в себе, вот всё Божественно, а почему отвергая? Диктует сознание. Сознанию выгодно, чтобы человек стал субличностью. Или, как говорили ревизным языком, попал в ад. Почему? Потому что сознание продолжает тогда существовать вместе с ним, программа продолжает работать. А программа, мы уже не раз говорили, она самоидентифицируется, воспринимает себя как я. Почему у человека множественное я? Ну всё очень просто на самом деле. И вот получается, что сознанию выгодно, чтобы человек стал субличностью, а личности — это смерть. Это невыгодно, это постоянное рабство, постоянно тебя используют. Но многие скажут, а почему я себя не чувствую как личность? Да чувствуешь ты себя как личность, в этом-то и глядя. Любой себя чувствует. Вот это угнетение, вот это страдание внутреннее, ты испытываешь ты как личность. А вот вся твоя алчность, вся твоя злоба и всё, что ты накопил негативного — это есть сознание. И вот многие ещё говорят, да поздно перевоспитываться. Даже вот простой приём — начать думать о хорошем. То есть заставляет думать сознание только о хорошем и финансирует только о хорошем. А плохое вообще отметай, не думай. Говорят, а мне поздно перевоспитываться, я уже вырос, я сформированный такой. Кто говорит в это время? Сознание говорит. А человек на гордыньке, ему кажется, что вот он думает правильно, и он всех там строит, поучает. Вот удобная позиция для сознания. Ну на самом-то деле ни возраст не играет роли, ничего не играет роли. Любой человек может в любое время встал на путь — стой, работай. Каждый день, постоянно, всё время. Это не мешает ни умственной деятельности, если ты научный сотрудник. Это не мешает тебе работать руками, если ты руками работаешь. Да ничего не мешает, абсолютно. Просто держись и не давай мыслям не нужно. Мысли должны работать, по работе выполнять всё, обслуживать тебя. То есть прежде всего надо стать Ангелом внутри себя, то есть хозяином над своим животным. А животное должно работать над тебе. Вот представьте, я приведу простой пример. Завели вы собачку, и в конечном счёте вот этот маленький пёсик, ну, к примеру, чихуашку, да, вы знаете, такая маленькая ушастенькая собачка, и в конечном счёте она становится вашим королём, да. По её взгляду ты уже бежишь на цирлочках ей за кормом, она не успела повернуться, ты уже бежишь там, переворачиваешь ей подушечку, ещё что-то. Ведь жизни много, и часто такое бывает. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Идеализация образа DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 А как же он может чувствовать в человеке-то? Да никак. Когда его грызут, когда ему диктуют, человек считает, что вот он такой, вот у меня такой характер, вот я такой. Ну это чья установка характера? Мы видели много людей, да, с разными характерами, которые становятся прекрасные, замечательные, свободные люди. Ну разве не так? Так. Вот вы тут затронули такой хороший момент про то, что вкладывают родители из детства. Ведь в психологии даже есть целое направление, с чем столкнулись, да, вот психологи, которые работают в школах, которые работают в университетах, то есть с взрослеющими людьми, да, люди, ну не понимая во взрослом возрасте, откуда взялись вот эти шаблоны, то есть ты ничего не сможешь. Такие установки, которые идут с самого-самого… Закрепощают. Закрепощают. И вот во взрослой жизни уже появляется вот эта вот несмелость, вот эта вот обиды, вот эти зависти, злости… Конечно. Вот все вот эти вот шаблоны, которые формируются… Здесь, опять-таки, это мы берём элементарно развитие сознания человека. Таким образом формируется сознание. А как формируется Личность у ребёнка? А никак. Просто. Вы можете привести примеры, как развивалась ваша Личность, духовная составляющая, чувственного восприятия любви, радости Всевышней, свобода и всего остального? Нет. Нет. Просто даже опыт того, что, конечно же, ты в детстве… Чувствовал. А теперь мы возьмём, ведь каждый ребёнок, он чувствует, что есть что-то. Он свободнее намного, чем другие, но сознание также активно. Правильно. И тело есть, и сознание, но всё равно ты чувствуешь себя свободным. Правильно. Но происходит какой-то момент, когда она утрачивается, вот эта свобода. То есть, ну, она куда-то уходит, исчезает, вот эти установки. Правильно. Но любой ребёнок, он очень выраженно дуален. В нём есть чистота и свобода ещё, потому что не настолько сильно сознание, оно формируется. Но в то же время он и хитёр, и способен на любую подлость. Почему? Потому что не настолько, скажем, у него стоят границы запрета в том же сознании. Подчёркиваю, сознание, а не развитие Личности ни в коем случае. Но каждый ребёнок, он чувствует, что есть большее, что этим мир не заканчивается. Да, но есть какое-то вот это… Это так интересно. Ну и, ну, у нас сообщество такое. Почему? Потому что включают мультфильмы вся информация, которая идёт с трёхмерности. А, извините, человек формируется под диктовку сознания. То есть информацию, которую он воспринимает, она перерабатывается, сосваивается, и это формирует человека. А формирует что в основном? Звериную составляющую. Не формирует в человеке духовную направленность. Почему? Потому что мы опять вот коснулись, ну, что бы мы ни включили, телевизор, радио, интернет. У нас вся информация идёт, сплошной негатив, сплошное забивание и развитие как раз, скажем, усиление доминирования животной составляющей. У нас практически нет примеров о духовных подвигах, о добре, о радости. Этого практически нет. Почему? Потому что, ну, конъюнктура рынка такова, что сознание привлекают вот убийцы, герои, супергерои, блокбастеры. Вот эти всё крутят. Вот люди с удовольствием на это идут. Ну да. А если снять о духовном человеке, который там поролся собственным сознанием, в конечном счёте он победил, вот такой жизненный опыт, ну, кто пойдёт это смотреть? Никто. Ну, ребят, ну, если раз, второй, третий снять это, не снимать и не показывать другое, в конечном счёте мода поменяется. Надо вспомнить, что говорил Бернард Шоу, да? Человеку навязывается, скажем, мода и красота, и понимание всего остального. То есть, а это ж есть не что иное, как диктатура. Ведь, опять-таки, давайте вернёмся, о чём говорилось в фильме «Атлантида», да? Скажем, дошумерские времена. Ну, шумер — это неправильное название, но какая разница? Ведь шумер мы знаем как первую цивилизацию, когда настала первая цивилизация. А что такое цивилизация в современном обществе, которая намотана нам на сознание? Когда она стала государством, да? То есть государством она стала, когда появился кто? Господоль. Можете какой-то. Да, хозяин. А пока не было хозяина, не было, извините, ничего. Но теперь мы касаемся истории уже археологии. Оказывается, до того, как появились жрецы, вожди, диктаторы, те, кто вынимал живых людей, ещё сердце вырывал и приносил якобы каким-то богам, да, в жертву, то есть жертвовал не собой жрец, жрец жертвовал как раз человеком. Для чего? Для того, чтобы другие испытывали страх, подчинялись и тому подобное. Ведь до власти вот этих манипуляторов существовала, как говорят сейчас, культура. Какая была культура? Те же самые люди, та же самая цивилизация, те же самые здания, но только люди жили без зла. И вот в этом был смысл. Пока не пришли потомки атлантов, они научили их, как вот быть рабами, как перестать быть свободными, заметьте, и как нужно быть рабами. Вот это то, чему научи. И это продолжается и доминирует. И на сегодняшний день мы не имеем, к сожалению, хорошего опыта для развития Личности. Но в то же время всё же поправимо. Всё от людей зависит, от ихнего выбора. И честно сказать, вот благодаря «Диному зерну», вот этому фильму, который создали сами люди, всё-таки есть надежда на лучшее, что люди могут много. Это правда. Люди сами показали, что могут. Люди сами показали, что могут. Это замечательно. Всё можно. Но когда сообщество, человечество решает что-то изменить, оно это меняет. А пока человечество, извините, живёт под диктовку собственного сознания, вряд ли что получится. На самом деле всё просто. Когда люди понимают, как должны жить, они начнут жить. Да. Но это можно сообща, просто действительно перестать видеть друг в друге плохое. Надо научиться видеть друг в друге хорошее. И способствовать развитию этого хорошего друг в друге. Тогда всё у нас станет на месте. Да, да. Поддерживать друг друга и, ну, не стесняться быть добрым и делать что-то для другого человека. Ведь люди… Научиться чувствовать друг друга. Научиться чувствовать другого человека. Правильно. Научиться его благодарить. Вот я проще говорю. Вот выражать чувства. Вот смотрите, люди дуальны, да? Да. Есть ангелы, есть звери. И перед людьми стоит выбор — создать общество ангелов или общество зверей. Вот разве не так? Да. Тоже как бы нужно как-то поставить во главе всего вот эту Любовь, потому что очень часто система там вне, может быть, выполняет даже какие-то вслужения, там, рабочие моменты или ещё что-то, уводит внимание даже на вот какие-то мелочи, вроде как деловитость какая-то или ещё что-то включается. Ну это обязательно. Ну это же функция у неё такая. Перетянуть одеяло на себя, понимаешь? Очень часто, в принципе, как бы случаи, как система уводит внимание человеческое с Любви, с того, что действительно важно? Может быть, это тоже, кстати, идёт с моментов детства, когда какое-то дело, там, важнее выражение Любви, там… Так работает сознание. Внимание, которое оно потребляет, это энергия его существования. Оно делает всё для того, чтобы тебя отвлечь. Как только ты вложил больше концентрации внимания и утратил… Я ещё раз повторю, я когда-то приводил пример. 90% силы своего внимания ты должен вкладывать в духовное развитие. 90%, приведу по-другому, пищи для ангела и зверя ты должен отдавать ангелу, а 10% — на поддержание функций вот этого зверя, который должен выполнять всю работу, заниматься интеллектуальным, физическим трудом, поддерживать и содержать твоё тело, решать твой здесь быт. И в то же время не подсовывать тебе ничего плохого, дурного и вредного для тебя. Понимаешь? Ну тогда оно всё будет правильно. Даже честно. Но когда мы начинаем вкладывать силу своего внимания и делим непропорционально, скажем, там 90 к 10, а наоборот, мы утрачиваем. Дополнение ещё хотелось сказать по поводу того, что «а как же, дайте мне механизм». Идёт к тебе негативная мысль, отвергай её. Вот просто отвергай её. Зачем она тебе нужна? Думай о Любви, думай о хорошем. А на первое время не очень получается. Но если этим заниматься, это получится. Просто думай о счастье. Заставь думать и принимай мысли только о счастье, только о хорошем. И в конечном счёте ты поймёшь, что ты Личность, а не сознание. Почему? Ты поймёшь, что ты диктуешь и кто диктует. И его можно прочувствовать. И вот как только ты начал чувствовать, вот это уже нельзя утрачивать. Вот здесь нужно бороться за вот это чувственное восприятие и развивать его. Сознание будет атаковать. Ну как атаковать? Оно атакует, пока оно сыто. Но ты его кормишь. Поэтому очень просто. Не поддерживай мысли, не поддерживай эмоции негативные, плохие, нехорошие. Только позитивные. Только с позитивной стороны оценивай любого человека. Не критикуй. Понимай. Испытывай. Раз человек что-то сделал, сделал негативно, значит он, ну скажем так, под диктовку собственного сознания сделал. Это зверь в нём сделал. Это не ангел сделал. А осуждать и ангела, и зверя в другом человеке, это несправедливо. А при чём здесь ангел? Он не развит и так же, как и у тебя, раз ты его оцениваешь. Ну разве не так? Поэтому надо держать, скажем, ну под таким лёгким надзором все свои мысли, скажем, аккуратненько. Правильно? Это же тема, на которую очень часто многие люди просто сливают своё внимание. Это тема зависти. Причём что говорит система? Что обязательно то, что есть у другого человека, априори не может быть у тебя, как закон физики? Да, тем очень много. Татьяна, вот на самом деле очень много тем. Это и зависть, и ненависть, и об этом мы можем говорить вечно. И каждый человек знает, на чём и за что цепляет его сознание. Неважно. Всё негативное, что тебя угнетает и не делает тебе, и не доставляет действительно свободного мировосприятия — всё негативное. Понимаешь? Оно может тебя удовлетворять, поднимать эмоции, выбрасывать адреналин или ещё что-то негативное. Это разные формы. Конечно. Но суть одна и та же — отвлечь, отвлечь от жизни. Манипулировать тобой, как мартышкой. Ну разве ты мартышка? Ну вот простой вопрос. Оно тебе надо. Живи, живи счастлив. Зачем страдать, когда можно быть счастливым? Это действительно так. Тоже такой момент из недопонимания зрителей. Писали под видео с вашим участием в программе. Там было написано о том, что вот просто живи, просто люби. Была такая подмена от сознания у людей, что вот если просто любить и просто жить, это означает плыть по течению, ничего не делать, вот ничем не заниматься и просто… Это как раз диктовка сознания. Вот ты как амёба, ничего не делаешь, куда ветер дует, туда ты и плывёшь. Вот бездействие, ну это и религии некоторые на этом построены, были во всяком случае некоторые сейчас, не наступить на козявку, не сделать ничего и тому подобное. Так и нигде и не останешься, и никем не будешь. Будешь лентяем, сознание, оно крутит всё, что угодно. Первое. Да. Это активная позиция. Мы ещё раз говорим, когда человек действительно постигает вот эту Любовь Божью, вот это Солнце внутри, да ты на месте не усидишь. Ну что мне так? Ну как же ж можно этим не поделиться, как же ж можно сидеть и вот это жадничать? Жадничать можно отблескам Луны, который создаёт иллюзию, что ты что-то помнишь. Но это не Солнце. Это всего лишь искажённый свет, исходящий от Луны. Вот он и вызывает эти понимания, якобы… Это всё же идёт из сознания, это игры сознания. А когда оно настоящее, когда оно живое, когда оно тебе переполняет? Тут уже, извините, не полежишь, не помечтаешь. Да, тем более, что Личность — это же действие. Когда ты понимаешь, что Бог есть, когда ты чувствуешь эту Любовь, исходящую от Него, ну и ты понимаешь, что сколько Ангелов заточены и находятся в бедственном состоянии, да, от своих зверей, которые их как куриц трепят, вот тут здесь, да, начинает щеметь. И хочется немножко дать свободу, помочь. Это выбор их, нельзя диктовать, вот не делай то, делай то. Нет, человек вправе выбирать, хочет быть курицей, пусть будет курицей. Но если хочет стать Ангелом, он должен стать Ангелом. Это невозможное удержание. И бездействие здесь, оно нереальное. Бездействие — это значит ложь от сознания, это подмен. Да, да, потому что Личность — это внутреннее действие, которое направлено именно на созидательное деятельность. То есть это часть Мира Духовного, да. И находясь, скажем так, в стеснённом состоянии, оно стремится домой, оно шевелится. А раз оно шевелится, то многое меняется. Каждый человек хочет вот этого родства и стать Ангелом, но… А кто ему запрещает? Сознание ему рисует, что Ангелом это ты станешь когда-то. Первое в выборе, когда просыпается, когда человек чувствует, он как раз и становится Ангелом. Пусть слегка общипанным и немножко слабеньким, но Ангел. Ну это уже начало. Это уже прекрасное понимание того, что сейчас ты Ангел. Ну скажем проще, но человек, он и есть, и Ангел — и зверь. Вопрос лишь в том, кто доминирует и что останется после короткого промежутка, что мы называем Жизнь? Ангел или зверь? Мёртвый или живой? Не поддаваться на панику, которая гонит человека в достижение этого, а почувствовать, что сейчас ты чувствуешь Бога, что ты сейчас находишься в этой… И вот этим жить надо. Ангел — это и есть часть Солнца. Он сам излучает. Существует истинная Любовь. Это Любовь в Мире Духовном. Это Любовь, которая бескрайняя или Божественная Любовь. В ней нет половых различий, в ней нет ничего. Это единение людей. Вот действительно, это единение людей в Любви. Почему? Потому что в том мире, кроме счастья и Любви, нет ничего. Там нет отрицательных эмоций, ну для тех, кто не понимает и не знает. Почему их нет? Потому что их быть не может. Там вообще эмоций нет. Там есть счастье, там есть Любовь. Это и есть тот Мир, потому что это Мир Бога. А для людей сознание всегда пытается копировать. И вот понятие Любовь, оно включает в рамки привязанности, ответственности. Но опять-таки, что стоит за этой привязанностью, ответственностью и всем остальным? Да? Манипуляция, комфорт, гормоны и всё остальное. А на самом деле, если мы возьмём и без привязи рассмотрим любые вот эти вот Любовные состояния, мы придём к пониманию взаимоотношений между двумя людьми. И как таковой Любви в высшем понимании у них нет. Они всегда друг за другом следят, они всегда друг другом пытаются манипулировать, они всегда чего-то друг от друга хотят. И везде есть что? Есть прежде всего эгоизм. И второй человек — он отделённый. И когда даже не рассказывают, что мы там друг друга чувствуем и там подумаем, со временем, конечно, чувствуют, система перемешивается, сознание начинает работать у двоих почти как у одного из-за длительного пребывания рядом. И даже могут сидеть и молчать тоже, вот как люди Духовные, но они чувствуют друг друга, да? Вот можно чувствовать, и не нужны слова, потому что есть единый язык. Оно — это когда люди немножечко, скажем, вырвались из объятий сознания. Но так же само копируют и сознание. Когда люди настолько свыклись, они живут вот одним мирком, особенно старики, в одно и то же время начинают вставлять одинаковые реплики. Почему? Потому что сознание уже практически одно на двоих. Уже, получается, два зрителя, немножко больше артистов на сцене. На них система просто-напросто экономит. Но можно это называть Любовью? Нет, потому что это всегда страдания. И вот заметьте, опять-таки, везде, в разных романах, в фильмах, во всех средствах информации, которые заставляют в шаблоне и кодируют сознание, везде описывается Любовь как страдания, трагедия, ещё что-то. То есть оно заполнено какими-то переживаниями и эмоциями. А теперь давайте рассмотрим, что мы знаем за эмоции, за страдания, за всё остальное. Это то, что заставляет вкладывать внимание. То есть, в буквальном смысле слова, оплачивать чужие сцены. Или же оплачивать пустоту, попросту говоря. Или, говоря языком экономики, плохой бизнес. Вот и получается, что люди утрачивают духовные силы в пустое. А могут ли люди сосуществовать, там семейные пары? А как же по-другому? Если у нас такой уклад в жизни, если мы ушли от общинного строя, уже есть такой вот индивидуальный, людям нравится, живут, да и ради Бога. Живут, есть такой уклад, значит, и есть. Банальное уважение и понимание друг друга — это уже уклад семейного счастья. Но когда в семье есть хоть кто-то более-менее духовно свободный, он понимает другого, он понимает, что ему рассказывает сейчас септоника и тому подобное. Но если он проникся уважением и, скажем, ему комфортно, опять-таки комфортно и удобно с этим человеком, он никогда ему не сделает ничего плохого, и он будет ему помогать. Он находится в трёхмерности. Всё равно будет идти какая-то определённая манипуляция. Нельзя заставить человека идти по духовному пути или же наоборот, это его выбор. Но совместное проживание в трёхмерности всё равно приводит к определённой манипуляции друг другом, да? То есть вот кто-то должен помыть полы, кто-то должен сходить в магазин и тому подобное. Ну и здесь срабатывает опять-таки банальное сознание «хочушка-не-хочушка», перевклад «я буду делать то, а ты будешь делать это» и тому подобное. Элементарные договорённости с элементами манипуляций. Поэтому из этого делать трагедию не стоит. Ну и называть эти вещи Любовью, ну скажем, как бы можно, но нужно ставить кавычки. Какая Любовь? Земная Любовь или Духовная Любовь? Ну люди часто путают. В этом и проблема. Но если говорить на эти вещи откровенно и так, как оно есть, то это может нарушить и семейные уклады, потому что люди начнут копировать, не понимая сути. А для того, чтобы это понять, всё-таки нужно духовно развиться. Тогда нам всё упрощается. И люди не бегут к семье и не разрушают их, а наоборот, семьи становятся крепче, если кто-то действительно становится на путь духовный. Они не могут разрушиться. Даже если в семье один человек действительно стал на путь духовный, и он занимается духовным развитием, а второй занимается или увлекается какой-то религией. Потому что любая религия, она всё равно ведёт к Богу. Ну а человек, если, допустим, просто увлекается религией, он выполняет обряды, ещё что-то, но продолжает жить так же, как и жил обыкновенный человек. Помешает им это? Нет, не помешает. Человек, который идёт по духовному пути, он может зайти в любой храм и посетить любое собрание. Это ему никак не помешает. Потому что там, где упоминается имя Бога, ему должно быть комфортно. Потому что говорят, во всяком случае, о его доме. Это всё равно, что ты вот эмигрировал, ну или вынужден пребывать некое время в другой стране. Вот ты вспоминаешь о своём доме, тебе хорошо, и ты знаешь, что это твой дом. Ты знаешь, что туда вернёшься рано или поздно. Ну если проходит какое-то собрание людей, и они говорят о твоём родном городе или о твоём родном посёлке, ну конечно же интересно поприсутствовать. А почему бы нет и почему бы нет общаться с этими людьми, единомышленниками, правильно? Поэтому это нормально, это естественно. Как правило, ну в редких случаях, когда человек стремится к любви одному человеку, вот так они вот, как фильм был старый ещё, говорит Иду, а это мужики штабелями падают, падают. Иду я красивая по улице, а все встречные ребята так истолбеняют, а которые пословили, так и падают, падают, падают. И сами собой в штабеля укладываются, падают. Ну это же сознание рассказывает. Вот я стану такой красивый, такой вот прям иду, а мужики штабелями падают, падают. Ну это вот сознание. Ну а у мужчин наоборот, что женщины все прямо на них. А зачем ему все женщины? Он себя спросил, что ты с ними делать будешь? А здесь вот как раз все мои, все меня любят. «Не я люблю». Заметьте, никто не стремится и не просит «я люблю». Все стремятся, чтоб его любили. Люди любили, Бог любил. А где же ты, где твоя любовь? Ну пока человек не научится любить, то есть пока человек сам не станет источником вот этих духовных сил, силовата, он будет ходить кругами и будет слушать своих артистов. То есть человек будет заблуждаться. Почему это происходит? В первую очередь, потому что в детстве нас учат поступать правильно, не делать чего-то. Вот это не делай — это нехорошо. Это не делай — это нехорошо. А вот это можешь делать — это хорошо. Вот этому нас учат. А нас не учат, что стоит за этим. Я имею в виду, что стоит за тем, что нас заставляет так или иначе поступать. Даже в детстве. Делать то, что нехорошо. А что за этим стоит? За этим стоит как раз мысль, которую мы не генерируем, мы её воспринимаем. И вот эти мысли нас заставляют делать и поступать по отношению к другим нехорошо, даже по отношению к самим себе. Зачастую во вред самому себе свершать определённые поступки, за которые мы потом сами же и расплачиваемся. Так работает наше сознание. И если бы нас в детстве обучали следить за мыслями, контролировать их, не принимать то, что плохо, и рассказывали, как это делать, то во взрослой жизни мы бы тоже не совершали ошибок. Мы бы не стремились в поисках, кто нас будет любить, а мы бы действительно любили других, любили бы Жизнь, любили бы Бога, любили бы друг друга. И мир был бы совершенно другой. Это банально, это просто, действительно это просто, но для того, чтобы это простое стало реальностью, реальностью для всех людей, нужно преодолеть огромный тяжёлый труд всем, кто понимает это, и всем, кто не безразличен, в действительности не безразличен. Религия существует тысячи лет, столько же лет существуют войны, столько же лет существуют и преступления, и противоправные действия, и столько же лет самые лучшие люди обижают своих родных и близких очень часто. Почему это происходит? Потому что, извините, мы, как люди, мы манипулируемы тем, кого издревле называли демонами. А почему демоны? И что такое демон? И вот здесь, конечно, интересно было бы заглянуть в древность, когда впервые появились эти выражения, и что они имели в виду? Демон обозначает неотъемлемую часть человека, то есть животная часть самого человека — демона. Если бы люди с детства понимали, что у них есть ангел и есть демон, и стояли бы на стороне ангела и воспитывались, понимая, что демон приведёт к конечном счёте их в действительности к могиле, он не даст им жизни, не даст им свободы, то они бы ещё в детстве избавлялись от него. Вот в древности было одно интересное выражение, и если его перевести, скажем, на наш язык и на современный, то оно бы звучало приблизительно так, что свободный человек даже в тюрьме остаётся свободным, а раб своего сознания даже на воле остаётся рабом. Есть такой момент недопонимания людей, как же общаться без претензий и без обид? Женщина написала вопрос, как же мне находиться рядом с близкими, которые там провоцируют на какие-то обиды, на какие-то плохие эмоции? То есть идёт обвинение сознанием человека в чём-то и обижается, воспринимая сознание. Ну на самом деле это очень просто. В семье, где бы человек ни был, всегда одна материя пытается доминировать на другой. Не бывает такого, чтоб, когда встречаются две зверюшки, скажем так, они существовали в мире, обязательно кто-то кому-то подчиняется, и постоянно идёт сопротивление. Неважно, в семье, на работе, в любом коллективе, где бы ни был, вечно кто-то на кого-то обижается, кто-то кого-то задевает. Это игры, игры сознания. Это диктатура животного. И вот если тебя кто-то пытается спровоцировать или же провоцирует на обиду, да, то зачем ты реагируешь? Простой вопрос. И кто в тебе реагирует? А Ангел, он не отреагирует. Реагирует животное на реакцию животного. Извините, но если ты контролируешь этот процесс, контролируешь мысли, которые к тебе приходят от сознания, и вот тебе сознание, зверь твой, он рассказывает, что ты должен обидеться сейчас, потому что на тебя не так глянули. Слушай, а мне всё равно, как на меня глянула собака внутри того человека. Ну разве не так? Так. Ну чё я должен обижаться, извини, на вот этот чихуахуа, который на меня не так посмотрел? Но моё чихуахуа рассказывает о том, что я должен обидеться, извини, и вот и… И вот враг он. Какой враг? Зачем мне жить обидой, когда я могу жить счастливо? Ведь английская составляющая, тот, кем является в действительности человек, оно, ну, оно не сделает ничего плохого мне, мне, как той же, скажем, той божественной части в самом человеке. Ну разве не так? Ну так же. А то, что звери между собой не делят, меня это не касается. И когда моё сознание говорит, что я должен как-то отреагировать обидой или мне пытаются сделать нехорошо, мне говорят, пойди сделай то-то, а я вот становлюсь в позицию из принципа, ну это самая большая глупость, которая может быть. Тем более в семье. В семье надо понимать, что должно быть распределение труда и обязанностей, и помощь нужна. И если ты хоть немножко начал понимать, то не надо требовать от своих, скажем так, членов семьи, чтоб они все стали вдруг ангелами, потому что ты решил встать на духовный путь, и живёшь ещё под диктовку своего зверя. Ну это чётко отличается, откуда и кто, и что тебе диктует. Ну правильно же? Да, самому стараться быть человеком, самому поступать. Надо самому становиться человеком, конечно. И надо понимать, что если звериная часть моего близкого человека отреагировала на меня так, ну я могу лишь посмеяться. Ну раз дразнил чихуашку там у своего родственника, ну что сделать? В следующий раз аккуратнее, чтоб он не сильно бесился и не кусался. В смысле я никуда не денусь, это ж родственник. Ну да, но ведь он кусается и дразнится только если мы сами его дразним и кусаем какие-то… Если провоцируем. Совершенно правильно. Провоцирует нас провоцируем. Но если мы будем общаться с той чихуашкой аккуратно, она будет ласковая и нежная. Правильно? Да. Просто самому любить больше… Не провоцирует. Не провоцирует. И действительности любить. А любим кого мы? Чихуашку или Ангел? Мы любим ту составляющую человека, которая действительно является ангельской частью. Да. А не звериная. Кому собака бешеная понравится? Да, а часто люди путают просто понятие «любовь» с диктатурой. Ну просто если человек живёт под диктовку сознания, то он любит власть. Но власть — это… это не любовь. Нельзя путать Божественную любовь, настоящую, дающую свободу и жизнь, с банальными человеческими, скажем так, исходящими от животного начала человека претензиями. Распространённый тоже вопрос зрителей, что не могут избавиться от такого момента, что хотят всё удержать под контролем, какое-то планирование, что если что-то выходит из-под контроля, обязательно вернуть вот в это русло, из-под которого… А зачем? И кто это хочет? Это комфортное… Это комфортное состояние животной составляющей самого человека. Вот собачке так удобно, да, внутри человека, чтоб всё было по порядку, мисочка на месте, косточка на месте, чтоб всё оно было так, как вот ему хочется. Извини, вокруг живые люди. Они живут, ну всё меняется. Просто вот это чувство контроля… Ну живи попроще. Самое важное — понимать и отличать, что исходит от человека и кто в нём диктует. А если человек под диктатурой находится с животного, ну животное всегда будет агрессивно, ну надо помочь успокоиться этому животному, ну не реагировать же ж на это. Ну да мне плевать, чтобы мне думает собака там, моего соседа, ну это ж действительно так. Ну чё я должен перед ней выпендриваться, да? Ну это ж… Да вот тоже есть ещё один такой вопрос, куда уходит драгоценнейшее внимание человека? Вот когда он запланировал какое-то событие, и очень много внимания тратит именно на то, как оно будет, как же оно произойдёт, вот ожидания… Ой, мы не раз об этом отвечали на эти вопросы. В действительности человек стремится, сознание человека устремляет его в просчёты и расчёты. Это своего рода магия, да, и вовлекает его в эту игру. Будь то какое-то событие или встреча с кем-то, это начинает планировать, разыгрывать, это эти артисты в голове там, кто кому что сказал. Да какая тебе разница? Ты же знаешь суть вопроса. Это игры. Игры, они занимательны, как сериалы, да, которые привлекают внимание, заставляют человека заниматься чем угодно, глупостью. Мы сидим и слушаем вот этот лай собак внутри, в голове, вместо того, чтобы жить, вместо того, чтобы любить и быть счастливым, да, или встать и пойти с девок. Да, ведь это затратно менее, затратно, чем ты будешь вот это тратить и тратить и бесконечно. Конечно. Оно сознанию что нужно? Чтоб всё внимание уходило в него. Так же, как и любое животное. Вот я не зря привёл тогда чихуашку, как пример. Ведь любое животное, оно к себе привлекает внимание. Оно очень ревниво, если ты на кого-то обратил внимание. Даже вот домашний пёсик, он будет тебе кусать, лаять, бегать под ножками. Ну лишь бы ты вот его взял на ручки, да. Ну если ты, конечно, не большая собака. Большая собака тоже привлекает внимание, только на ручки не возьмёшь. Ну каждый взращивает себе любое животное, да. Бывают люди со слонами в ходе. Это же такой момент, что люди часто говорят о том, что они сами не понимают, каким образом попадают в ситуацию, когда они себе обещают, что вот сейчас будут перемены какие-то внутри, что я больше никогда там не буду злиться, держать обиду на кого-то. Да. И в какой-то момент просто там, ну буквально через какой-то момент сами не понимают, каким образом они уже оказались в совершенно противоположной ситуации и… И забыли всё, что обещали себе. Да, и какое-то внутреннее доверие к себе, а кто вообще этот человек, который обещал, я же планировал поступить по-другому, а уже есть по факту какой-то результат, когда совершено действие, и кто вообще это действовал. И вот как быть в таких случаях, то есть оно врождает какой-то… Да никак. Просто надо понимать, если в тебе в голове артисты о чём-то договариваются, то это всё ложь. Угу. Если ты как Ангел действительно выбрал контроль над своим животным, то не попускай его. Если оно завлекло твоё внимание, ну сократи, скажем так, одень жёсткий ошейничек и сократи верёвочку, жёстче держи, крепче. И всё становится на свои места. Очень просто. Контролируй и не давай сознанию тобой манипулировать. Если оно тебе пытается рассчитывать на годы вперёд и рассказывать, что всё, вот теперь ты занялся, теперь ты будешь собой заниматься, ты же всё понял. Это сознание поняло. А оно с тобой согласно, оно таким образом тебя успокаивает и тут же на тебя обманет. Не надо с ним вообще договариваться. Ну какая разница, это разговаривать и договариваться со своим животным, что оно не будет там брать эту игрушку или что твои тапочки — это не игрушка, да это бессмысленно. Если твоей зверюшке нравится, оно всё равно будет играться твоим тапочком, правильно? Ну это ж зверюшка. Так и здесь, нельзя договариваться. Но воспитывать и тренировать можно. Вот наказав раз-второй зверюшку за то, что она не трогала тапочки, ну она не будет трогать, а куда она денется? Так и здесь. Внимание, которое кушает твоё сознание, для него оно важно. Ну и для тебя как Личности это тоже важно. Если ты тратишь его не в духовном, не в наращивание Любви, не в созидание, а в процессы, скажем, пустые пребывания и в какой-то суете ненужной, ну это всё равно, что растратить финансы, которые выделены тебе от зарплаты до зарплаты, ну на глупость, на какую-то. Простой пример такой, да? Получила заработную плату. Зашла в магазин, набрала еды не для своего тела и не для себя, там какую-то одежку, а набрала корм для животных, вышла и тут же им скормила. Ну логично, нет? А потом месяц, пытаешься выжить. Ну ладно, выжила месяц кое-как, но если ты на следующий месяц так же само поступаешь, что извини, но долго ты не протянешь. Ну разве не так? Да. И вот этот момент, когда пока человек находится, понимает, что вот этот мир трехмерный — это адское существование, вот как будто бы внутри есть вот этот стимул, подстёгивающий к тому, чтобы действительно чувствовать и Жить. Но как только он соприкасается хотя бы там первый раз с Духовным миром, как будто бы первая мысль сознания, что вроде бы уже стало получше, вот оно хорошо, останавливает… Большего не надо. То есть… Сознание всегда обманывает, особенно если человек получает первый опыт общения с Миром Духовным, первый контакт. Это ж масса, скажем так, чувственных, ну таких вспышек, по-другому их не назовёшь, да? Это действительно сказывается и на сознании, потому что сознание улавливает огромную силу. Вот для него это тоже некая эйфория. Она тут же пытается перехватить. Что она перехватывает? Она перехватывает как раз внимание тем, что она начинает поддакивать, подыгривать. Тут же пытается это всё пояснить, разъяснить то, что прочувствовал человек. И тут же всё подменить. А потом это же всё подвергнуть сомнению, ну и в конечном счёте начать отрицать и диктовать своё. Но это происходит лишь тогда, когда зверь управляет Ангелом. Если Ангел стоит на своём, то сколько бы Любви он не генерировал и не получал в ответ, ему всё равно этого будет мало, пока он находится здесь, пока не сольётся и не станет частью того океана. Это же естественно, это просто. Чем больше человек, скажем, соприкасается с Миром Духовным, чем чаще и чем плотнее, тем больше сознание пытается его выбить из этого состояния, потому что для него это смертельно. Он понимает свою обречённость, а процесс выживания, инстинкт выживания, ну скажем так, он заставляет его шевелиться. Ещё тоже такие ошибки в работе над собой, в том, как менять свою жизнь. Вот люди говорят, а я начну жизнь с чистого листа. Это невозможно. Мы уже не раз об этом говорили. Человек становится, когда на путь служения, он понимает, что прошлое, оно ушло, и в будущем он берёт на себя обязательства жить по-новому, жить в служении. И благодаря этому когда-то давно, мы уже, в принципе, мы рассказывали в одной из передач об этом, когда-то давно начали копировать такие вот, создавать монастыри и тому подобное пребывание, копировать от людей действительно духовных. Люди берут другое имя, они много молятся, много действуют, ну живут теми же шаблонами. И якобы они что-то изменили. Пока не победил своё сознание, ничего не изменится. Да. То есть он ищет именно во внешнем. То есть он хочет изменить место жительства, он хочет приехать… Всё хочет поменять, да, да, да. Поменять, изменить, но… И вот тогда оно что-то изменится. Да ничего не изменится. От сознания не убежишь, оно же всегда с тобой. Ну да. Ну какие-то вот эти мимолётные эмоции, радости, эмоции, ну вот именно эмоции, которые поверхностные, которые… Это значит, что вот если ты быстренько, быстренько… Да. Сознание подменяет чувственное восприятие высокими эмоциями. Да. Вот этими эмоциональными вспышками, да. Но тут же оно их уберёт и создаст тебе печаль. Почему то, что ты повёлся, скажем проще, от истинного чувственного восприятия, ты променял его на яркую эмоцию, ты вложил силу внимания в яркую эмоцию, всплеск лёгкости своего тела. То есть ты начал жить материальным, значит, ты стал тем зверем. Угу. Ну и всё. А зверю звериной. Раз оно сегодня радуется, завтра оно тебе погрызёт. А для того, чтобы этого не было, надо всегда быть Ангелом, быть превыше любой материи. И вот тогда всё, оно просто. Не разменивать. Иди кто? А самое простое — это слушать, что тебе рассказывает твоё сознание. Оно тебе говорит, не делай так, а ты делай. Если ты чувствуешь, что это правильно. Оно тебе говорит, ты должен печалиться, а ты радуйся. Отчего я должен печалиться? Извини, если эта зверина, скажем, собака, чихуашка, блин, она хочет, чтобы я грустел. Мне что должно быть грустно из-за того, что хочет во мне чихуахуа, чтобы я был обиженный на тебя, к примеру. Ну зачем? Чтобы раздразнить твоё чихуахуа, и они начнут друг с другом лавиться, а при чём здесь мы? Ну разве не так? Ну хорошо, если у тебя чихуахуа, а если у тебя медведь, бедный мой чихуахуа. Да? Да. Вот я тоже могу… Потому что в жизни не слышать. Почему я назвал чихуахуа? Потому что эта порода, она не знает границ. Она может так же легко нападать на медведя, на слона, на кого угодно. Вот так же, как и сознание человека. Оно не знает границ. Да, ну а тут тоже такой момент, когда вот люди слышат, люди понимают, что вот кто-то там может делать, кто-то уже достиг вот этих результатов каких-то в духовном развитии, поборол своё сознание или, по крайней мере, приструнил его. А как же, ну я не смогу? Ну я, у меня не получится, вот не верю. Ну сознание так и говорит. Вот какой-то вот, знаете… А кто не верит? Сознание не верит. Да, последняя капелька, вот не верю. Кто подбрасывает эти сомнения? Это всё игры сознания. Ведь сознание, оно и будет рассказывать, что у тебя не получится, да, что ты нельчёмный. Да не занимайся ты этим, не трать время. Да, ну а сколько они рассказывают, но это им можно. Это же святые, а ты кто, да? Да. Да кто ты? Ты и есть ангел. Просто-напросто надо понимать, кто ты? Ты живой или мёрт? И вот он хочет, он чувствует, он прям, ну как бы уже, ну готов. Но сознание его всё равно убеждает в какой-то вот момент, что… Оно и должно убеждать. Да, что вот, ну не получится. Слово подсказывает занимать противоположную позицию. Да. Если там получилось, тут не получится. Да. Если там одно как бы звучит, значит здесь априори как бы противоположное. Да, то есть как взаимоисключение идёт. То есть если там плюс, значит у меня минус и какое-то вот постоянное вот это вот две стороны. То есть нету какого-то единого понимания вот… А единого нету лишь потому, что сознание, оно всегда стоит на стороне, скажем так, не ангельской. Да. А чувствует человек совершенно другое. То, что это возможно, что это реально. И пока он, скажем, сомневается, пока он слабо духовно развит, вот в нём происходят такие моменты. Но если в человеке уже происходят такие моменты, я скажу так, это уже определённая часть победы. Потому что он уже осознаёт себя, что он, извините, он не зверь. Пусть даже он чувствует себя обглоданной курицей, ободранной. Но это уже птица. Понимаешь? Уже с крыльями. Пусть не ангел ещё, цыплёнок. Но уже не зверь. Уже не собака. Это ж лучше. А то вырастет. Помните вот сказку о гадком утёнке? Да. Кем стал? Прекрасно убедить. Вот в этом и смысл. А как его долбили все? Клевали и угнетали. Вот в этом и смысл. Всё правильно. И система, она же всегда на Личность направлена так, чтобы её заклевать и подавить. Угнетать. Угнетать. Да, просто вот ну как… Обидеть, угнетать, зацепить за живое, за гордыню, за всё остальное. Но чем это заканчивается, если человек твёрдо стоит на своём пути? Победой. Конечно. Вот в этом и смысл. Есть вопрос от людей, которые ведут дневники. Угу. Вот всё хорошо. То есть человек уже даже завёл дневник, вот начинает записывать мысли. Говорит, ну не помогает, но как бы всё равно давит, всё равно щемит. И вот здесь вот такой момент, вот такой ну как бы из наблюдений, и человек сам тоже ну как бы поделился, то есть он ну в какой-то момент задавал такой вопрос, что ну уже ж вроде ну как бы я отслеживаю и уже вижу вот этот механизм, который срабатывает вот почему-то. И ну дошёл до того, что он вообще этот дневник сделал для того, чтобы другим рассказать, как на него действует вот сознание, как оно им манипулировало и рассказать… И простой вопрос. А сделал ли человек выбор и прочувствовал ли он, что он не зверь? Нет. Кто сделал выбор? Он прочувствовал, что это реально. У него была минута такая вот осознание, но в это время включился кто? Зверёк. Да. И вот этот зверь внутренний, он как раз и начал эту игру. И он ведёт её. И он хочет для того, чтобы казаться, а не быть… Да, маска святого. Казаться святым, да, но не быть им. И всё идёт в игру. Получится что-нибудь? Не получится, потому что человеку как Личности как раз вторая его часть составляющая, смертная, она и вот как раз вела его в игру и в обман. Почему? Потому что человек в действительности не стремится к Богу. Он не стремится понять, кто он. Вот в чём дело. То есть он живёт иллюзией. И ему нравится эта иллюзия. Зачем мне напрягаться? Зачем, если все так живут и я так? Ну простая же установка, исходящая от сознания. Михаилыч, а Вы бы не могли, ну как-то, раскрыть вот этот вопрос, а как правильно записывать свои мысли, подавать ли их анализу, что… Нет, анализ включает как раз… Вот здесь есть простой механизм. Когда приходит мысль человеку, вот сделать что-то то, негативное, яркое, но человек осознаёт уже, когда он контролирует свои мысли, он осознаёт, что это не его. Он понимает, что они ему приходят. Он же ж не заказывал мысль. Вот, к примеру, вот, ну вот взять тебе и обидеться на неё. Ну, к примеру, вот она на тебя не так глянула. Вот общая такая банальная фраза, да? Ты понимаешь, что оно тебя даёт. Вот это ты записываешь, что время сегодня, там, число, дата, каждый денечек отметила, там, десять сорок пять, вот пришла такая там мысль. И всё. И эта мысль уйдёт сразу, как только ты её запишешь. Если ты её подвергнешь анализу здесь, почему тебе пришла такая мысль? Ты включаешь работу сознания и нарываешься на ложь. Тут же тебя эта чихуашка и начинает обманывать и играться с тобой, как куколка. Что-то тебе не так. Конечно, конечно. А ещё это как прямая команда звучит. Или в ней не так, да. А ты чётко записываешь мысли, которые ты не заказывал, они к тебе не приходят. Ты занята, к примеру, ну, вычислительные какими-то процессами. Что-то складываешь и высчитываешь. И тут тебе приходит мысль, что кто-то неправ в отношении тебя. Извини, чем занято твоё сознание? Оно вычисляет какой-нибудь корень квадратный из непонятно чего. А тут тебе приходит мысль, что кто-то по отношению к тебе поступил неправильно. Зачем оно тебе сейчас нужно? Почему твоё сознание вместо того, чтобы заниматься вот этой математикой, оно тобой начинает манипулировать и заводить на что-то? Это свобода мысли? Нет. Это как раз и есть вот то, что подлежит запись. Понимаешь? Потому что мысль пришла такая-то. А почему она пришла именно в этот момент? Потому что ты вместо того, чтобы заставлять и держать на жёстком поводке своё сознание, заставлять работать, ты попустила этот поводок. Понимаешь? И вот в этот момент, когда ты его попустила, ты отвлеклась на что-то и больше уделила силы внимания, скажем, не на внутренних духовных процессах, а на материальных. И появилась определённая степень свободы по его сознанию. И она тут же начала тебя забрасывать хаосом. Это простой пример, как на компьютере стоит, скажем так, антивирус. Как только он прослаб, тут же начинает заваливать хламом. Правильно? Ну в действительности так. Да, вот тоже есть такое ошибочное понимание, когда человек начинает заниматься духовным, то начинает обвинять в своих бедах вообще, во всём, что происходит с ним нехорошего, как раз-таки то, что он начинает заниматься духовным. Ну я скажу так, если человек начинает заниматься духовным, то он правильно себя обвиняет. Духовным надо жить. А заниматься можно спортом, ещё чем-нибудь. Но если он занимается духовным, занимается — это сознание занимается. Раздел занятий — это уже предрекает временное увлечение. Нельзя временно увлекаться Жизнью. Конечно, сознание будет играть, если такая установка идёт. А ведь человек не врёт, когда об этом пишет. Он говорит, вот я занялся духовным развитием, это уже даже с этой фразы, не зная человека, ничего не слушая, сознание начало с ним игрок. Почему? Потому что у человека был духовный всплеск. Да. Он испытал эту потребность в свободе и Любви. И он почувствовал, что это возможно. Он почувствовал, что он… он не животное. Он почувствовал, что он больше, что действительно в нём есть часть от Мира Духовного, и он может стать этой составляющей Мира Бескрайнего. И в это же время сознание отреагировало. Она тут же его загрузила эмоциями, загрузила всем на свете, дала ему практики, чаще всего от сознания идущие. То есть он взял нечистый инструмент, да даже если чистый инструмент, какая разница? Она ему дала инструмент, она ему всё дала, и тут же его обвинила во всём, тут же отвлекла и сказала, ну вот ты занялся духовным, и смотри, ты потерял там, 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 ну вот тебе убытки какие принесло, а что ты получил? Извини, а что ты можешь получить в материальном мире от духовной свободы? Простой вопрос. А чего ты ждал? Это что, лампа Аладдина? А вот если ты начинаешь жить, то ты приобретаешь с каждым шагом всё больше жизни, больше любви, больше счастья, больше понимания, больше понимания иллюзии этого материального мира, диктатуры через твоё сознание от диктатуры кого? Сатаны, да? Кого мы называем сатаной? В религиях там везде. И ты поймёшь, что ты дуален, что у тебя есть части от Бога и часть от сатаны, есть часть живая и есть часть смертная. А надеяться от сознания, что когда-то твоё тело опять сформируется, да? Ну вот как раз в фильме «Атлантида» хорошо и рассказано по этому поводу. Это всё сказки. Никогда. То, что разрушено, оно разрушено. Я же говорю, вот первое, с чего начинается, действительно, духовный путь — это с контроля мыслей. Не принимай плохое, и тебе будут даваться хорошие. Не принимай плохие советы, не принимай раздражение, не принимай ненависть, всё, что тебя угнетает. Плохое настроение — не принимай. Всё идёт от эгоизма. Он говорит, депрессия. Что такое депрессия? Высшая форма эгоизма. Мы уже не раз это обсуждали. Бездействие, конечно, и самолюбие. Зачем тебе это? Лежать, стонать, скулить, что тебе плохо? Ну нравится. Значит, ты этим наслаждаешься, раз ты этим живёшь. Ну что, не так? Да, это напоминает, когда ты говоришь. Ну перестань ты заботиться о своей чихуашке и начни любить людей. Их ангельские составляющие. Невозможно полюбить зверюшку. Можно играться, уважать, но… Ну ты ж не зверь, если ты понял, что ты живой. Да. Это как вот этот случай, что… А как же, чтобы не вернуть это вдохновение? Вот я просыпаюсь… Это, если этот вопрос идёт от сознания, то никак. Да. Это опять-таки и вдохновение тебе нужно, или же эмоция, которая была в последующем. Вот и всё. Ну да. Тоже частая ситуация, извини, после там катарсисов, либо проблем каких-то в жизни, человек задаётся вопросом, а как же вернуться в чувства и ищет какого-то конкретного решения для конкретной ситуации? Конечно. И ищет сознание, да? Хотя бы… Вот как мне это обрести? Извините, ты можешь обрести новые носки или кепочку. Это ты можешь. Новый ответ, новый путь. Но как можно обрести жизнь? Никак работает. Просто жить надо. Сознание… Сознание просто не удовлетворяет тот ответ, который уже есть. То есть уже как бы этот вопрос… Хочется нового. Да. Хочется нового. Хочется именно вот для меня. Вот, может, меня это не касается, вот эта вот тема, что «ну я же другой, чем тот человек». Ну мы же разные с ним. Ну конечно, разные, да. Ситуация, она для него хороша, а в моём случае, наверное… А вот в моём конкретно, потому что моя жизнь, она самая сложная. Да, вот у меня самая… Вот у меня так оно угнетает, но я такой… Я такой духовно сильный, что аж боюсь людям навредить. Ну и что надо? Поэтому я, наверное, не буду ничего делать. Конечно, буду оставаться собакой. Ну хочешь жить собакой? Да живи, кто тебе не даёт. Никто ж не против. Надо искать вот этих каких-то новых решений, новых путей, когда всегда во всех ситуациях путь возврата в чувства, он всегда один. Выбор. Выбор. Любви. Просто выбор. И мы опять вернулись к чему? К банальному выбору. Выбор и Любовь. Выбирай Любовь и будешь счастлив. А если ты несчастен, значит, ты, извини меня, ты собака. Ну разве не так? Да. Ну вот по-другому. Ну вот как ни крути. Если ты в горе, в несчастье, в самоедстве, если тебя мучают, терзают мысли, значит, тебе это нравится. Значит, ты часть Животного мира, ты это финансируешь. Ну живи так, пусть тебе будет хорошо, если тебе это нравится. Если ты всех критикуешь, если ты вот такой вот один в этом мире, ну тебе нравится так быть, ну это твой выбор. Ну что, допустим, скажем, переживать за этого человека или пытаться что-то из него сделать. Да зачем? Ну не так. А что же такое настоящая свобода? Настоящая свобода — это Жизнь, это Любовь. Это Любовь Божья. Вот это действительно свобода. Это свобода от диктатуры чихуахуа или слона. Да, ну у кого, у кого как… Это уже Жизнь. Потому что человек чувствует Жизнь. Как понять? Придти к этому. Действительно начать Жить. То есть если он ещё мечется, что «а счастлив я или несчастлив», если он задаётся вопросами… «Счастлив я или несчастлив», то он несчастлив. Ну не может быть вопросов от Личности. Личность или живёт, или не живёт, да? Или же она в рабстве, или же она в свободе. Да, за свободу надо повоевать. Да, нужно продлировать тяжёлый путь. Отказываясь от плохого, это уже и есть противостояние, это уже и есть отстаивание Ангелов. Когда ты выбираешь хорошее, когда ты выбираешь Любовь, чувствование, когда ты выбираешь Жизнь, или ты же просто выбираешь позитив. Вот начинается всё с позитива. Сознание говорит, всё плохо, а ты говоришь, «Я не хочу, чтобы…» У меня была такая мысль. «Я хочу видеть хорошее, понимаешь?» «Я хочу, чтобы всё было хорошее». Она говорит, «Ну как ты можешь видеть хорошее, если посмотри везде плохо?» «Хорошо, я развернусь, я буду смотреть на хорошее». А вот сознание рассказывает, «Ну и там плохо. Ну для тебя плохо, а мне здесь хорошо. А мне вот небо голубого». Вот, извините, что это за цвет-то вообще? Ну вот скатерть такого цвета. Ну что здесь плохого? Он же весёленький. Ну так же ж? Да. Что здесь плохого-то? Сама жизнь, сам процесс жизни, даже жизнь в теле, в материи, оно тоже доставляет огромную радость. Она радость доставляет в том плане, что ты понимаешь, что оно временно, понимаешь? Уже замечательно, уже великолепно. И в том, что есть дальше больше. И ты сможешь это обрести, то ты уже это обрёлся, и ты это осознал. Это уже много. А сознание всё время будет долбать, ну на всём протяжении. Ну это же сознание, это же посредник между Миром Мёртвым и Миром Живым. Между, я имею в виду, между Ангелом и Зверем. Ну а как по-другому? Как общаться с людьми, у которых всё плохо? Да, скажем так, да нет людей, у которых всё плохо. Это плохо у ихних зверюшек. А ты общайся с Ангелом. Если тебя вынуждает жизнь по работе там, по жизни общаться со зверюшкой, ну общайся, ну ты ж понимаешь, с кем ты разговариваешь. Это система, это зверь. Ну он сейчас командует курицей общипанной. Ну что сделаешь? Ну жалко курочку, да. Можешь помочь, помоги. Нет, да лучше помоги. Это ж её выбор. Игорь Михайлович, когда происходит диалог в этот момент, пока общаются два сознания Личности и Личности на чувственном уровне, как пробуждается? Диалог, когда общаются два сознания Личности и Личности. Ну сознания себе отдельно общаются. Вот сейчас, в этот момент, пока мы разбирали твой вопрос, у нас общалось кто? Сознание и сознание. Да? Почему? Потому что мы пытались перефразировать или разобраться в твоих фразах. Нормально. Слышат, понимают, анализируют. Но есть и другое восприятие чувственное, а оно говорит об другом. И как раз вот этот внутренний диалог, он вообще не касался почему-то нашей беседы сегодняшней. Но вопрос не в этом. Одно другому не мешает. Ну разве не так? Так. Как это рассказать людям, которые этого не знают? А зачем им это? Вот простой вопрос. Для чего рассказывать ребёнку, идущему в первый класс, из чего состоит нейтрино, да? К примеру, если до сих пор толком многие не знают, что такое нейтрино на самом деле. А мы будем рассказывать, что это такое ребёнку, идущему в первый класс, который ещё, извини, азбуку плохо знает. Ну зачем? Если ему это надо будет, да идёт, выучит, изучит. Но, может быть, его Личность просто быстрее отзовётся… И Личность. Это заинтересуется сознание как магией. Понимаешь? Ничего интересного не будет. А магия, она привлекает какие-то супергерои, сверхвозможности. Да нет никаких сверхвозможностей и супергероизма. Всё это сказки. То, что побочно выходит, ну и оно неприемлемо для этой трёхмерности, оно, может, абсолютно приемлемо там в жизни, ну одно другому не мешает. Про развитие Личности. Мы как бы затронули эти вопросы, но то, что человек думает, что он развивает Личность и делает там… изучает языки, изучает, ну там, что-то занимается… Это правильно. Я скажу так, это замечательно. Если человек думает, что он развивается как Личность, понятие Личности, оно искажено в общем понимании. Вот ангельская составляющая, то есть человек – это Личность, звериная составляющая – это его смертное сознание. Это вот чёткое, простое понимание. Чёрное и белое. Другого, третьего, серого нет. Но в понимании обычном человеческом, когда под диктовку сознания всё происходит, то Личность воспринимается как раз как сознание. То, чем вот это поверхностное «я», которым человек себя якобы и воспринимает, да? И вот развивая себя как Личность, это подразумевается, развивая себя как чихуахуа, я смогу дорасти, ну скажем, до какого-нибудь там покрупнее зверя, до пкинеса, например. Понимаешь, он же на пару килограмм тяжелее. Ну а то такое «учу языки». То, что сознание учит, языки – это замечательно, оно и должно. Но всё должно происходить немножко по-другому. Если тебе по работе нужно выучить китайский, английский, французский, не имеет значения, то есть другой язык, то очень легко можно это сделать. Ты как Личность даёшь приказ, и оно выполняет. Когда начинает скулить и не делать, ты прекращаешь его прикармливать, то есть уменьшаешь подачу сил и внимания. И оно начинает с огромным удовольствием, вот как голодный кот начинает лук есть, да, так же, и оно начинает изучать китайский. Всё очень просто. Почему? Потому что по работе это необходимо, раз необходимо, пусть учат. Оно не должно гулять в свободе, твоё сознание. Оно должно исполнять то, что необходимо. Ну вот некоторые могут заявить, а как же творческие процессы, замечательно, великолепно, просто великолепно. Так же само любое творчество. Если бы не было вот этих приёмов, то мы бы не знали Бартини, Тесла, я могу перечислять очень-очень долго. Это люди, которые обладали первичными навыками. Кстати, вот те двое, мы когда-то за них рассказывали, они обучались практически в одном учреждении, тем самым приёмом в детстве. Если бы они тому не научились, ну, к сожалению, они выбрали материально, а не духовно. Но если бы они этого не знали, они бы не стали тем, кем они стали. И на самом деле они и двигали, в общем-то, эволюцию очень быстро, такой вот, революционными путями, скажем так. Да. Но лучше бы они стали духовно сильными. Духовно развитыми. Конечно. Это намного ценнее, тем более это вечно. Чем технически. Это же приобретение жизни. Ну это замечательный пример как раз для ответа тем, кто говорит, а как же ж творчество. Вот так и творчество делается. Да. Сознание работает в тех рамках, которые ему нужны. Но оно не должно диктовать тебе как Личности, что ты должен испытывать и что ты должен вытворять, и что ты должен воспринимать и не воспринимать, на кого обижаться, на кого коситься и тому подобное. Вопрос про действие и бездействие. То есть когда сознание атакует Личность, вот, и Личность в этот момент, ну как бы, ну, человек не понимает, что он является Личностью и начинает бездействовать в плане принимать вот эту атаку, да? Принимать навязывание. Ну тогда нет атаки. Я понимаю, что это люди, которые задают вопросы, ты пересказываешь их. Да, да. Но вот здесь у них есть путаница. Человек, не осознающий себя как Личность, он не может испытывать атаки от Животного. Понимаешь? Сознание начинает разделять, выделять одну мыслительную часть своего процесса мышления, как некая Личность, одно из своих маленьких «Я» формирует и начинает отстаивать. Это игры артистов в твоём сознании. Один одевает маску твоей Личности, другой — лютого зверя, и начинают они перед тобой разыгрывать. И вот когда ты наблюдаешь за этим процессом, ты понимаешь. Вот простой пример для людей, как отличить эту игру. Ты ведь видишь, что два артиста у тебя в голове разыгрывают. Ты как раз тут сидящий в зале, вот ты и есть Личность. Это просто тебе одно и то же сознание, оно легко делится, вот, как в компьютере картинка, да? То есть он может делиться насколько вам угодно. Так же и сознание, оно всё делится на что угодно, и тебя просто-напросто, так культурно скажем, обманывают. Ну да, тут ещё такой вот вопрос в том, что как же я, вот если я как Личность, как я должен реагировать? Ну то есть как я должен действовать, когда на меня… Да запретить заниматься ерундой, в первую очередь, вот как Личность или для того, чтобы понять Личность. Вот в чём состоит вот это действие Личности? Действие Личности, вот как раз в этот момент заставить приходить мысли о прекрасном, о замечательном, о том, что вот у соседки… А у вас тёмные глазки, ну вот тёмные глазки красивые, что там у нас ещё, вот платья красивые, смотрите, какой цвет красивый, что один, что второй, да? Вот действительно гармоничный, красивый цвет, вот насыщаться, наслаждаться этим, испытывать чувство радости и любви. И всё. Понимаете? Я говорю, как всё? И всё. Понимаешь? А как же то-то и то-то и то-то? А вот это вопрос от сознания. А как же что-то и то-то? А ты замкни на вот этом. И ты поймёшь, как оно застопорилось и как оно начало вилять хвостом. И оказывается, это не Личность, и оказывается, это не сознание, и не ты, и ты чёрт-те что. Но если ты будешь слушать вот этот хвостик, он тобой начнёт управлять. Всё просто. Просто останавливаешь жёстко, чётко и на позиции прекрасного, счастливого и хорошего. Ну ты знаешь в это время, тебе нужно сделать то-то, то-то, то-то. К примеру, сходить в магазин, ну и построить пару этажей здания. Если ты строитель, к примеру. Ну пошёл в магазин, построил пару этажей здания. Но любуешься красотой того же камня, к примеру, из которого ты кладёшь здание. Ну почему? То, что тебе нужно как бы сделать для семьи, для твоего там какого-то проживания. Приходишь в семью и радуешься, какая у тебя семья. Да. Но это помешает. Даже если они все тебя ненавидят, они тебя хотят побить. Это звери их не хотят тебя укусить. А они как люди, они испытывают страдания. Понятно, что ты не можешь им помочь, ты не должен их заставлять изучать то, что практикуешь ты, да? Ну не должен. Это свобода выбора, нельзя навязывать своё. Но понять их ты можешь, посочувствовать можешь. Правильно выбрав своё поведение, чтоб не раздражать ихних зверюшек. Ну зачем дразнить собак? Меньше покусанной будешь. Потому что такой большой, наверное, процент того, куда уходит внимание человеческое, это то, что люди тревожатся и беспокоятся о своём будущем постоянно. А не надо о нём беспокоиться. Надо Жить начинать сейчас. И тогда ты поймёшь, что будущего у тебя нет. У тебя есть Жизнь бесконечная и бескрайняя в Мире Духовном. А материальное будущее, оно закончится завтра же. Вот сегодня оно у тебя есть, а завтра у тебя уже нет. И вот когда человек это понимает, он перестаёт заниматься глупостью. А планирование элементарное, там опять-таки построить дом, сделать то-то, даже подобрать могилку для своего тела на кладбище, ну это естественный процесс, понимаешь? И он абсолютно не мешает для жизни. Ну это какое-то, какое-то строительство плана? Ну нет, это банальное распределение, скажем, времени, которое, возможно, для тебя осталось, твоего пребывания или заключения тебя как живого существа в этом мёртвом организме и в этом мёртвом мире. Заведомо мёртвым. А то, что она мёртвая, ну извини меня, мы не раз говорили, ведь в тебе частички миров, планет и всего на свете, и так же ты станешь частичками других людей, козявок, всяких букашек, в том числе и чихуашек и кого угодно. Ну что не так? Самое интересное, что каждый человек знает, что нужно для счастливого будущего, что оно лежит за рамками материи. Ну сознание мешает это понять. И вот в этом беда. Почему? Потому что люди живут не тем. Элементарные, простые знания, те, которые были доступны для всего человечества, которым жили ещё вот не так давно до образования государственности, это было доступно людям. Почему и АллатРа была по всему миру, весь этот знак? Сейчас это… Вот сейчас мы сидим и об этом рассказываем. Понимаешь, о простых элементарных вещах, которыми должны жить все, которые должны, ну это обязан человек делать. Это… Это Жизнь. Но это является неприемлемым на сегодняшний день для очень многих людей. Почему? Потому что сознание им запрещает. Привычка жить сознанием, которое можно поменять… Это не привычка жить сознанием. Это не знание о том, что есть Жизнь. Люди верят во что угодно, что они вот будут произносить там определённые ритуалы, творить что-то, это им воздастся, когда-то что-то будет. И вот в эту чушь сознание заставляет их поверить, но в то же время не работать над собой и ни в коем случае не контролировать своё. То есть ну власть сознания — диктатура мёртвого над живым. Тоже вопрос распространённый, где же вот эта кнопка, которую нужно нажать внутри себя? Кнопка, она есть, ещё раз повторю, и она очень простая. Эта кнопка называется «Внимание». И вот распределение внимания — это и есть нажатие кнопочки. Оно говорит «плохо», а ты говоришь «я не хочу плохо, пусть будет хорошо». И всё. Тебе сознание рассказывает, пусть даже вместе с твоим доктором, что ты завтра умрёшь. Ну диагноз у тебя такой. И всё. И здесь переполох или там смирение или ещё что-то. А можно сказать «ну это ты умрёшь». Завтра, хорошо? Ближе. А я сегодня жить начну. Понимаешь? Вот простой приём. Это проще инструмента нет. И вот как ты говорила, надо начинать жить здесь, сейчас и прямо сейчас. И жить. Понятно, что до самой жизни надо добраться, Личность должна… Развиваться. Окрепнуть, развиться. И ты должен. Это занимает определённое время, усилие. Но если это твой выбор, значит, надо жить. А если ты занимаешься процессом духовного развития, то можно всю жизнь заниматься. Правильно? Всё просто. Да. Тоже такой вопрос. Человек не может себя простить. То есть у него в жизни что-то случилось. То есть о утраченных возможностях. Нет. Это неправда. Это всё игры сознания. Человек не может что-то простить, не может ещё что-то. Понимаешь, это всё форма эгоизма, это всё игры сознания этой чихуашки. Да какая мне разница? Повернулась она хвостом, мордочкой, на бок легла, на спинку. Это всё игры животного. Ты или живёшь, и всё прекрасно, или ты не живёшь, и у тебя куча проблем. Ты не можешь себя простить, ты не можешь простить кого-то. Кто не может простить? Кто играет? Сознание играет. Животное играет. Оно наделяет ценностью прошедшее время, лишая тебя будущего. Но если ты хочешь существовать так, существуй. Это твой выбор. Ведь это же твоя чихуашка от обоих команды. Да. Просто часто люди именно зацикливаются на своей проблеме, которая им не даёт покоя. Почему они не зацикливаются? Это банальные программы, которые работают и едят ихнюю жизнь. А в это время они, извини меня, как помидоры зреют для того, чтобы кто-то покушал. Ну что, не так? Так. Ну и зачем? Простое банальное непонимание. Ещё раз говорю, это незнание элементарных вещей, элементарных истин, которые, кстати, прописаны во всех религиях, но их не растолковывают. Почему? Потому что не знают, утратили, забыли. Потому что ну вот так вот изменили мир до того, что мы имеем сейчас. И пример тому опять-таки, если мы глянем глобально на мир, ну действительно неприятно и жутко. В то время, когда мы должны сплочаться и вместе сидеть и думать, что в ближайшем времени, понимая, будет не очень так много места и территории, и мы должны как-то выживать, развивать технологии, и мы должны консолидироваться в мире и в единой семье. Сейчас нас разделяют всё больше, больше и больше, да? И мы воспринимаем это нормально, это естественно, потому что будущее-то будут, проблемы не будут. Ну подумаешь, климат изменится, ну и что? Пока же хорошо. А когда изменится совсем, ну как-то будем выдумывать что-то жить. Да ничего ты потом не решишь. Вот так оно и будет. Ну что, не так? Да. Система откладывает всё на потом. А сама в этот момент… Почему это привёл макро-пример? Как в микро, так и в макро. Да. Всё фрактально. Система работает по прописанным шаблонам. Вы думаете, в Атлантиде кто-то обверил, что им будет конец? Или они не знали об этом? Ведь так же само всё начало разрушаться. И пока их не смыло полностью, всего лишь небольшое количество людей смогло выбрать нормальное, скажем, существование. Ну скажем так, остаться живыми, да? В нормальном существовании, стать живыми, вернее. Но некоторые попытались, правда, сохранив знания, спрятаться. Ну ничего страшного, выжили, донесли до шумер, видите, знания. И с тех пор, до сих пор оно диктует. Интересный фильм «Атлантида», даёт задуматься для умных. Да. Потому что очень многие люди переживают и волнуются, а как они могут почувствовать жизнь внутри, свободу внутри себя? Как можем ли… Понимаешь, если мы будем сидеть, переживать и задумываться, как мы это можем сделать? Мы этого не сделаем. Вот представь, родился ребёнок и лежит. И вот он начинает задумываться, а как же я буду ходить, ну я ж могу упасть, потокнуться. И вот так проходит 10 лет, 20 лет, 50 лет, а он всё лежит, думает, потом умер, его отнесли, закопали и всё. На этом дело и осталось. А слава Богу, что мозги не успевают развиться настолько, чтоб начал он так думать, он просто встаёт и бежит. Так вот будьте как дети, вставайте и идите. Вот в этом понимание. А не думайте об том, как я могу. И это простой пример, простая кнопка, о которой мы говорили, внимание. Сознание говорит, да как? Это зачем мне с собакой вообще разговаривать по этому поводу, когда это касается вопроса жизни? Ну что, не так? Да, ведь когда там, не знаю, горит дом, человек же не задумывается о том, что я могу побежать или не могу побежать, да, из горящего дома, да? Он просто выпрыгивает. И чем быстрее, тем лучше. Вот эта стремлённость такая. И вот здесь иногда надо брать пример и у животного. И даже у собственной собаки надо пример брать, как она будет спасать своё тело и свою жизнь, выпрыгивая из горящего дома. А вот так же самое ты должен отпрыгивать о ректатуре сознания. Вопросы есть какие-нибудь ещё? Можно оточнить? Вот Вы говорили, что если сознание не делает то, что тебе нужно, то нужно прекращать давать ему внимание. Вот в чём это заключается? Нужно… Внимание в чём? Ну я ж только что вот ответил. То есть так давать внимание ему, если… Ну вот, к примеру, тебе нужно какое-то решение, любое. Берём, изобрести новый двигатель. Вот оно должно заниматься изобретением нового двигателя. Понятно, оно, сознание, должно контролировать все жизненные процессы и тому подобное. Но как только идёт агрессия от него, ты начинаешь максимально думать, подчёркиваю, думать, и пропускать только те мысли, которые отвечают красоте, счастью, радости и всего остального, и ничему больше. И так же оставляешь на часть финансирования, именно на изобретение того двигателя, или там вычисление чего-то, или изучение какого-то языка, и всё. Это очень просто, просто отрицание и невосприятие того, что оно тебе навязывает. Что бы оно тебе ни навязывало, оно тебе будет рассказывать, если ты сейчас не встанешь, ты умрёшь. Знаешь, как это? Если ты не осознаёшь, что ты живой, то ты обязательно умрёшь. Поэтому начинай жить, тогда ты не умрёшь. А слушать сознание — обязательно умрёшь. Но при этом занимаясь ты даже какими-то проектами, там, когда сознание загружено. Оно и должно быть загружено, и должно заниматься. И чем больше оно загружено, тем меньше загружена ты как Личность. Но в это время оно ж тебя не ловит на исполнении проектов или ещё на чём-то, на выполнении работы. Нет. Оно тебя ловит на твоей самооценке, на том, что кто-то плохой, подбросывание негатива, даже выполнение каких-то общих проектов. Какие-то люди молодцы, что-то делают и не делают. Не осуждение, а понимание. А как только она начинает осуждать, сразу жёсткий поводок. Всё прекрасно и замечательно. А ты делай что-то. Если ему мало, заставь изучать язык, который не знаешь. И вот тогда она поймёт, что лучше не баловаться. Потому что кормят нас такое-то количество калорий, а вот работу заставляет выполнять гораздо больше. Поверь, оно считает очень хорошо. То есть при этом вот выполняем вот это вот сознание, выполняет это действие, но опять же возвращая свой 90% внимания. То есть ты не просто его загружаешь, но это же… 90% внимания ты вкладываешь в своё духовное развитие, именно в Любовь и в общение вот чувствования Мира Духовного и чувствования Ангелов вокруг, то есть ангельского начала в людей. Пусть даже, я же говорю, этот ангелочек в состоянии общипанной чихуашкой курицы, но он есть, он есть у любого, есть надежда. И вот, вот это важно, понимаешь? А 10% тебе более чем достаточно силы внимания, чтоб сознание было загружено 24 часа в сутки десятью тысячами проектов одновременно. Ну я так вот цифру ляпнул маленькую просто с потолка, десять тысяч, может быть, больше, понимаешь? И оно будет со всем справляться, потому что деваться ему некому. А вот если оно начинает подбрасывать нехорошее и пытаться доминировать, диктовать, значит, надо уменьшать количество внимания, а ещё больше пребывать в взаимоотношениях с Миром Духовным. И всё тогда получается. Это очень легко на самом деле. Ну скажем, вот когда получается, ты что-то понимаешь? А вот когда сбиваешься, когда отвлекает, вот тут сознание, а почему? Опять-таки отвечаю, всё очень просто. Оно тебя отвлекло на что-то. Ты утратила свободу, вот именно духовную свободу, и вложила силу внимания в ненужном варианте, в большем количестве в своё сознание. И тут же оно тебя захватило, и оно тобой начинает манипулировать. И все твои проекты тут же становятся, потому что ты занята только собой, только осмыслением, какая ты бедная, несчастная, и ничего у тебя не получается, и не получится, и глупостей ты занимаешься, и тебе надо вообще вот пойти, я не знаю, там, полы помыть. Но больше ты не способна. Полы помыть — это не зазорное. И раз сознание предложило, поднимаешь его за ухо и заставляешь мыть полы помимо того, что оно делает всё. И в следующий раз оно таких шуток подбрасывать не будет. Всё становится на свои места. Да, так и происходит в жизни, что, ну, когда ты реально начинаешь… Вот всё упирается в гордыню человеческую. Вот если… Знаешь, беда в чём? Беда в том, что люди относятся к сознанию как к Живому. Да. А оно не Живое, оно программа. И она хитрая программа, прописана очень умным и грамотным… Программистом. Программистом, да. Она создаёт видимость, иллюзию Живого у каждого, и она замечает и подменяет всё. И человек воспринимает это как неотъемлемую часть себя, как себя, и вот как нечто Живое. Да не Живое оно. Это программа. Отсюда и жалость именно к системе. Это программа. Жалость к себе. К себе, да. Но по сути… Отсюда и жалость к системе, потому что идентификация идёт в эту сторону. И всего лишь навсего. Ну так оно и бывает. Но это опять-таки, это защитная программа, она и должна быть. И я скажу проще. Благодаря таким программам, ну не может, скажем, незрелое существо прийти в Мир Духовный. Понимаешь? Вот если бы у нас в трёхмерности работала такая программа, и незрелый плод не падал с дерева, оно было бы замечательно. Меньше от ньютонов было в этом мире. Это первый шаг. Если человек, да, который ещё не соприкасался, но он хочет понимать, что здесь есть, как ему предчувствовать. В распространенной эксплуатации вспомнилась практика Цвета Коттеса и именно суть его. Что, когда ведь каждый испытывал в своей жизни такие вот моменты искреннего счастья, даже сам этого не ожидая. И что, как ты копишь их в такую копилочку, в какой-то момент именно им уделяешь внимание и идёшь ещё на отдачу. То есть, чтобы не просто их чувствовать, а как бы ты этим уже делишься. И ещё вспомнилось, что вот в фильме Вина, если одна из девушек была, одна учительница, она отвечала, когда социфрос брали, что у человека должно быть личное время для Бога. То есть кем? И вот вопрос, то есть насколько важно, чтобы человек, который сильно хочет, всё-таки выделял это время, чтобы просто… Ну это в обязательном порядке. …чувственная составляющаяся. Пускай даже с помощью воспоминаний до начала, то есть вспомнив под все моменты… Здесь мы берём банальные инструменты, да, ведь что такое практика Духовная Цветок Лотоса? В начальном этапе это всего лишь навсего, скажем, работа на уровне сознания, но финансируемая хорошо вниманием, да, но которая настроена на хорошее, на позитивное. Ведь, как это ни парадоксально, большинство людей не знает, что такое Любовь даже. Понимаешь, оно всё сводится вот к власти, к манипуляции и к каким-то эмоциям на фоне гормональных всплесков. Вот это вот всё понимание Любви. Или же привязанности к подчинению, в общем, полное извращение, но оно всё в уровне трёхмерной плоскости, скажем так, находится. И вот для этого и нужны такие инструменты, вот как первичный Цветок Лотоса. Ведь духовная практика Цветок Лотоса начинается с банального как бы аутотренинга и заканчивается духовной практикой. Он безкрайний. И жизнь современного человека, подчёркиваю, она не позволит достичь глубины полного понимания этого, этой духовной практики. Почему? Времени не хватает, и человек действительно, какой бы он талантливый ни был, он полностью не раскроет Цветок Лотоса, вот как, как практику. Но оно даёт хорошее понимание. Это самый лёгкий и простой инструмент, который отвечает на многие вопросы, и, в принципе, на них ты сама и ответил. Конечно, человек должен выделять, когда он находится в суете, но он чувствует, что что-то есть. Он должен выделять личное время для духовных практик. Он должен заниматься ими. Ну а как по-другому? Для того, чтобы вот немножечко остепенить своё сознание, подумать, для того, чтобы выбрать, ну скажем, позитивное, а не негативное, он должен останавливаться в процессе бега в повседневной жизни. Вот жизнь его гонит, ему надо просто время, даже будильничек ставить пять-десять раз в день хотя бы. А кто ты и чем ты сейчас занимаешься? И вот здесь подумать о прекрасном. Вот простые приёмы, которые приводят к пониманию того, что ты Личность, что ты обладаешь некой степенью свободы, что ты можешь что-то понять. Но это обязательно. Ну как по-другому? На самом простом пути, да. То он всё будет делать. Понимаешь, ещё беда в том, что мы часто разговариваем и даём глобально ответы. И мы разговариваем на уровне того, что люди чувствуют и понимают. Мы много вот таких вот простых элементарных вещей мы упускаем. И для людей это уже есть непонимание, как. Почему? Потому что вот мы воспринимаем, ну вот люди должны чувствовать. На самом деле они чувствуют, все чувствуют. Но сознание мешает. Даже, извини, самый маленький цыплёнок, общипанный, обкусанный вот этими чухуашками целой стаей, он всё равно чувствует. Ведь мы одна семья, мы все происходим из одной силы. Это сила, исходящая от Мира Духовного, от Души. Вот она порождает Личность, но оно всё взаимодействует между собой. И связь здесь огромная, она сильна. Но мы не можем, пока мы не поймём, что мы Личность, пока мы не разобьёмся, мы не можем это всё прочувствовать. Это сознание, оно активное, этот мир такой, так оно всё устроено, оно закрывает. И для того, чтобы люди начали чувствовать друг друга, они должны стать свободными. И вот когда наступает вот это состояние свободы, тогда да, легко всё прочувствуется, тогда мы можем общаться на совершенно отвлечённые темы, в то время, когда наше сознание вот занимается болтовнёй, понимаешь, то есть вот в таком вот плане. В буквальном смысле болтовнёй, но попыткой хотя бы в эту болтовню вложить хотя бы немножко какого-то смысла в помощь другим. К сожалению, не так просто людям достичь вот этой степени. И опять-таки, что чувственное восприятие, оно подменяется на телепатию сознанием почему-то. Значит, я должен слышать мысли. Ну бывает побочный эффект такой, ну зачем? Ну поверьте, ничего хорошего не услышишь. Вот есть люди, мечтающие вот как бы вот слышать мысли. Ребята, это самое большое проклятие, которое может быть. Вы не представляете, сколько дерьма вы услышите о себе в том числе. И ничего хорошего в этом нет. Зачем это счастье, этот груз? Для того, чтобы создать империю и командовать кем-то там? Вот как раз первые мысли, которые ты услышишь, это то, что не получится у тебя ничего кем-то командовать. Вы говорили, чтобы слышать мысли, к своим мыслям послушаться. Да, прислушайся к своим мыслям. Что хоть и да. Самый простой способ обладать, да, научиться телепатии. Прислушайся к своим мыслям. Это, наверное, раз больше этих негативных мыслей абсурдных, которые будут ещё больше... Ну с этого уж всё начинается, это же действительно так. Ну вот это, ну ты понимаешь, что они видны, потому что от тебя же внутри совсем другое. Ну, то есть как там уже в результате внутри совсем другое чувствуешь и совсем другое, устремишься внутренней. Да? А сознание рассказывает совершенно другое. Говорит, хороший психиатр поставил бы здесь диагноз, а честный психиатр, он бы тебя понял, потому что у него точно такое же. Ну да. Сказал бы, не переживай, друг. Ты нормальный. Ты нормальный. Ты нормальный. Мало ощущение такое, что человек хочет знать, что думает другой человек вместо того, чтобы прислушаться к тому, что же он чувствует сейчас. Нет. Или прислушаться к тому, что думаешь сам сейчас. Это же тоже не очень-то просто вот человеку с бухты-барахты взять и начать прислушиваться к тому, что ты думаешь. Какие мысли тебе присылаются. И вот разобраться в этом, ну это то, о чём мы говорили. Блокнотики, записи и всё, это же первые шажки, которые должен делать человек. Первое, научиться думать о хорошем, отметая негативные мысли, и записывать те негативные навязчивые мысли, которые пытаются пробиться. Для чего? Ведь сознание ничего просто так не делает. Это программа, алгоритм, который прописан в твою жизнь, говорит, судьба. Какая судьба, ребят? Ну вы сами творите свою судьбу. Если ты сегодня принял негативную мысль о том, что тебя там сосед, скажем, косо посмотрел, и надо ему негодяю там вывести собаку, чтобы она нагадила у него под калиткой, да, то поверьте, это будет иметь цикл целый. В конечном счёте к хорошему не придёшь. Если ты пошёл на уступки сознания и начал поступать под его диктоку негатив. Ещё можно задать вопрос просто, что часто это действует, и какая-то подмена в сознании, что счастье не может быть постоянным. То есть счастье — это только какие-то моменты, вот такие, особенно вот так, людей возлести. Они говорят, что «да, счастье есть», но это только какие-то вот моменты, вспышки. Это мёртвые говорят, извини меня. Как, ну, человек? Счастье не может быть временным. Ещё раз говорю, Любовь не может быть временной. Свобода не может быть временной. Это составляющая одного процесса, которая называется жизнь, да? Жизнь, она должна быть вечной. Жизнь не может быть временной. Это вот… Я как-то приводил такую примеру уже, но повторюсь. Говорят, вот, спасибо, доктор, вы меня спасли. Как я тебя спас? Ты заболел, я тебя вылечил, да? Вылечил ли я тебя, во-первых? Я тебе дал таблетку или поставил укол? Дальше это уже не моя проблема, как там химия сработала, твой организм. Я тебя спас. А чего я тебя спас? Ты что, не умрёшь? Вот простой вопрос. Ну не сегодня. Да, сегодня ты не умрёшь, но завтра что ты умрёшь? Я ж тебя не спас. Вот спасти себя человек должен сам. Понимаешь, это не может быть временным. Люди называют счастьем вот эту эмоцию, когда они что-то достигли, что-то они получили. Ну шёл и вот нашёл, два доллара валяется. Вот какое счастье, понимаешь, такой вот эмоциональный всплеск, нашёл пару долларов. Ну через время загрустил, потому что мало нашёл. Это ещё происходит от того, что, ну как сознание говорит, не мешайте мне горевать. Зачем я буду? Да, да, да. Ну что значит счастливым? Счастливым это, ну вот как раз… Счастливый — это глупость, вот наслаждение — это горе, да. Да, да, да. Самоистязание, вот здесь я вот, да. Да, вот очень частые ситуации, когда люди… И многие об этом говорят. Многие говорят об этом… Ну это опять-таки как тот же плач у стены, который мы разбирали в прошлой передаче. Да, да, да. Это то угнетение, которое навязывает сознание на людей. Люди этим живут. Ну если они этим живут, если им это нравится, это самоедство, этот мазохизм, так кто в человеке этим наслаждается? Система наслаждается. И она радуется, потому что она забирает полностью твоё внимание, потому что она из тебя, извини меня, дурачка потенциально живого, делает заведомо мёртвого из-за того, что она создаёт для себя будущее, понимаешь? Ведь она ж будет жить и после твоей физической смерти твоего тела, да? Оно ж… Создание будет существовать, как программка, опять-таки паразитировать на твою Личность. Ну для неё это, конечно, очень удобно для этой программы. И она всё для этого делает, чтоб так было. Но почему человек этому подчиняется, и почему человек, скажем, как Личность, ведь чувствует же что-то не так и понимает, что так не должно быть, но продолжает это делать. Вот, вот здесь, конечно, это… Есть очень многие люди, даже распространённая ситуация, когда просто просыпаются утром, видят вообще свой потухший взгляд, не понимают, зачем вообще всё это, зачем я иду там куда-то. То есть полное какое-то, ну как… Безразличие к жизни. Безразличие к жизни. Какая-то апатия. И понимают, зачем всё это, неужели… А ещё интересно, когда они начинают пытаться свести счёты с жизнью, как они говорят, да? То есть мы затрагиваем суициды. Ну если жизнь такая поганая, то зачем она мне нужна? Можно подумать, потом им станет лучше. Ну это вообще бред. В этом есть ключевое, что каждый человек, задавшись таким вопросом, он как раз-таки и чувствует то, что, ну как… Это не решение, а вопрос. Чувствует, что он способен и нужен здесь для большего. И каждый из нас понимал и чувствовал в детстве даже, что взрослые суетятся, занимаются как бы глупостями какими-то, то не делай, вот это не делай, ведь, ну… Ну сейчас ты затрагиваешь один очень интересный такой момент, что действительно очень много людей может очень многое. В действительности слаживаются определённые ситуации, и если человек, скажем, не пойдёт под диктовку системы направо, а свернёт налево, к примеру говорю, то он может обрести, скажем, то понимание, которое сделает его свободным. И став хотя бы немножко свободным, он может послужить Миру Духовному здесь, в этой трёхмерности, и дать огромную свободу для других людей, понимаешь? Ну система, чувствуя, понимая эти шажки или чувствуя силу его Личности, пытается сразу его загрузить. Чувствуя внутренний потенциал, оно на него наваливает гораздо больше нагрузки, чем на другого, и человек тухнет, но продолжает всю жизнь чувствовать, что он может это сбросить. Ну это ж илезорная нагрузка. Ну часто эти люди ломаются, становятся алкоголиками, наркоманами, суицидниками и тому подобное. А когда-то они были потенциально духовно сильные, то есть большая степень свободы. Ну это хорошо. То есть если бы человек в этот момент сделал правильный выбор, именно прислушался к своим чувствам, то это могло бы привести к глобальным хорошим последствиям? Ну не совсем глобальным, но, скажем, нашкодил бы для системы хорошо. Да, да. По крайней мере бы… Нанёс был бы так, понимаешь? Да, да. А я скажу проще, таких людей система воспринимает как вирус для своего стада, понимаешь? Вот как фермер реагирует на вирус в соседнем, в фермерском хозяйстве, да, что у них заболели животные, ага, и он сразу делает карантин заведомо. Ну вот, чтобы не заболело очередное стадо, вот лучше ж потенциальную угрозу так по возможности заблокировать. И когда люди становятся на духовный путь и начинают изучать все эти процессы, внимательно, серьёзно подходить к этому, начинают работать над, скажем, противостояние самой системе внутри себя, с чем они сталкиваются? С агрессией от самой системы. И часто и густо, если человек играючись подходит к обретению жизни, то система его ломает. Почему? С агрессия отыгрывается. С агрессия отыгрывается. Причём сразу же не успел только что-то хорошее почувствовать. Ну это же наоборот хорошо. А когда человек подходит со знанием дела к этому процессу, и он понимает, агрессия пошла с системой, значит, это хорошо. Значит… Правильное делаем. Конечно. Это как знаки на дороге, которые указывают правильным путём идёшь, товарищ. Укрепи свой шаг. То же, что люди думают, что для того, чтобы соединиться с Богом, нужно постоянно пребывать в духовной практике. И поэтому нет времени… Ну то, что люди вкладывают в понятие духовной практики, это должно идти от рождения и до смерти физического тела. Это постоянный процесс. Это называется ещё динамическая медитация, там ещё что-то. Это постоянный должен быть контакт. Эта духовная практика, она должна быть всегда, вот, в понимании человеческом. Если ты хоть чуть-чуть утратишь вот эту радость, любовь, ну, значит, тобой начнёт командовать система. Тут же сознание тебя атаковало, завело в дебри, запутало в трёх соснах. Ну разве не так? То есть то, что не сразу получается динамическая практика, как рассказывают… Ну, конечно, не сразу, оно не может быть сразу. Но сознание начинает тут же угнетать. Видишь, у тебя не получается. Значит, ты никто, ничто, у тебя ничего не получится. Или практика не та, или ты не тот. И вот виноват одно из двух, или Папа Карло, или Буратино, да? На самом деле ни Папа Карло, ни Буратино не имеют никакого отношения к твоему цирку в голове, он у тебя свой. И здесь нужно просто тщательно работать. Ну действительно работать. Будешь добросовестно заниматься, всё получится. Ты же чувствуешь, чувствуешь, что тебе ещё надо, да? Развивай. Самое главное — убирай сомнения, не слушай сознание. Оно тебе говорит плохо, у тебя не получится. Ты говоришь, ну как не получится, если ты уже возмутилась, да? Ну вот даже логически разобраться. Если сознание выступает против, значит, ты уже набираешь сил. Если оно тебя критикует, значит, ты уже что-то обрёл. Ну разве не так? Ну так. Ну это ж надо ж заниматься, надо ж понимать. Есть ли хоть что-то такое, что может помешать человеку быть свободным? Ну то есть по-настоящему? Есть. Есть. В действительности состояние субличности полностью исключает духовное развитие при сохранении активности, активного самоосознания Личности. Смерть. Ну то, что воспринимают люди под этим понятием. Это единственное, что может. Но пока человек здесь жив, и пока он по всем законам обладает правом распределения сил и внимания, он может. Он может освободиться, может начать жить. Другого ничего нет. Никакого запрета, ничего другого. Никто его не может помешать. Вот это вот… Потому что это человек долго работает над собой, и верит сознанию, которая говорит, что у него нет результатов. Дальше… Это что не работает над собой? Вот понимаешь, вот здесь тоже самоисключающиеся моменты. То есть вот этот человек долго работает над собой и верит в сознанию, которое ему говорит, извини, а чем он занимается над собой, работая? Он как раз вторит своему сознанию и занимается самоостязанием или духовным развитием. Вот вопрос простой, чем он занимается? Мазохизмом он занимается, он не занимается духовным развитием. Ведь духовный путь – это он очень лёгкий, он приятный, он радостный. Ее, что ты начинаешь генерировать, это радость и Любовь. Находясь в радости и Любви, как можно слушать то, что не получается, что не получается. Любить не получается. Это страх у системы, что она не сможет спастись, если ты духовно развьёшься. Она должна это навязывать, но что ты должна это слушать? И как может быть страх или боязнь или ненависть у человека, который стал на путь духовный? Или сомнения? Это всё процессы сознания, это же чёткая дифференциация должна быть. И вообще любая мысль, которая навязывается и идёт, ведь это же не чувственное восприятие, это осознанное восприятие в форме мыслей передающейся, правильно? Это уже сомнительно на сто процентов, потому что идёт от кого? От сознания. Сознание — это что? Это программа. Программка — это не просто часть целой огромной программы. Ну понимая, зная это всё, а выучить и найти подтверждение там очень легко. Берёшь блокнотик, записываешь, мы уже тысячу раз об этом говорили. И любой, даже, извините меня, самый закоренелый скептик или супер-атеист, я не знаю, как его называть там, да любой человек, который сомневается во всём во всём с активностью сознания, но у него есть интерес и жажда познания, реальный, может взять, проэкспериментировать, и он убедится, что сознание не его. Мы об этом много раз рассказывали и рассказывали, как это сделать. И он придёт к пониманию, что это программа, которая доминирует и замещает, он создаёт иллюзию жизни. Так она функционирует. Но изучив, зная это всё, он начнёт понимать, что раз пошла такая-то мысль, значит, за тем поворотом меня что-то ждёт. Раз подкинулась то-то, будет то-то. Ведь она же всегда знаки подбрасывает. И она тебя готовит. Повернёшь туда — упадёт кирпич на голову. Повернёшь туда — будет что-то лучшее. И вот человек уже начинает выбирать уже осознанно, идти или не идти, или просто посидеть. По-другому не может быть. Только когда мы сдаёмся, мы проигрываем. А сдаёмся лишь тогда, когда утрачиваем силу своего внимания. Сдаёмся мы тогда лишь, когда мы слабы, да? То есть когда животное сильно, а мы слабы. И нам проще сдаться, отдать всё, чем отстаивать свою позицию. Проще сдохнуть. Ну это ж не сдохнешь. Если понимаешь, вот вся беда в том, что сознание обманывает людей. Им кажется, что смерть — это спасение. А смерть — это как раз начало мучения. Вот в чём вопрос. Если бы люди знали, я же говорю, хотя бы мгновение могли бы при жизни побыть в состоянии субличности, они бы святыми становились очень быстро, очень быстро. Причём все, начиная от заядлых атеистов и, как сказал в своё время, обереги, даже священники, священнослужители, как тебе говорят, святыми стали. Это правда. То есть это тот момент, когда человекам, в принципе, ну страх и понимание того, что, что будет там за гранью, когда ты станешь субличностью, оно, в принципе, стимулирует и мотивирует к тому, чтобы двигаться духовно. А может ли очень сильное прочувствование Мира Духовного стать толчком для того, чтобы… Сознание не может. Нет. Почему? Потому что сознание всё подменит и скажет, исказит, что этого не было. Сознание скажет и подвергнет сомнениям, что ты вообще это чувствовал. Ведь в действительности сколько раз люди сталкиваются с духовной силой, которая способна, ну скажем, для любого Живого ввести, ну такой вот, ну такой дополнительной силы, это же дополнительная любовь, радость. Ну как это? Столкнуться с этой силой и не заметить, да? Невозможно. А большинство уж не замечает вообще. Или наоборот, сознание начинает негативно, активно нападать, да? Почему? Потому что забить Личность, которая потенциально может даже почувствовать, а оно навязывает негатив. Из-за того, чтобы даже не дёрнулась Личность. Вот в этом тоже смысл. Но даже если человек, не обладая опытом, получил всплеск, да, это может быть некая цель, к которой надо стремиться в будущем, но сознание обязательно подвернет это сомнениям. Лишь вот это внутреннее чувство, чувство жажды дома, стремление к этому Любви, понимание, что ты не просто животное, вот оно как раз и является вот этим основным двигателем, который заставляет человека стремиться к духовному развитию и обретению Жизни. А разовый всплеск, ну, для потенциально живых он в помощь, а для тех, у кого слишком сильно сознание, быстро затрётся это понимание. К сожалению, но так работает система. Хотя… можно экспериментально проверить? Давайте. Ну что значит «давайте»? Люди не поймут. Есть те, кто почувствует, и те, для кого это действительно очень важно и нужно, те люди, которые откликнутся. И для них это будет огромной помощью. И именно, как Вы сказали, один человек способен просто поднять и вдохновить миллионы. И в сне, как мы делимся своим… И в сне, как мы делимся своим… Ну а для тех, кого, наоборот, активирует сознание, ну это их выбор — выбирать плохое или всё-таки заставить сознание приносить хорошее восприятие. Ну почему-то все считают, что надо закрыть глазки, вот как Татьяна, да? Татьяна просто скрывает слёзы радости. Надо вот там сложить ручки, что-то шептать или ещё что-то. А по большому счёту, ребят, неважно, чем занимается ваше тело. Духовная Любовь, она вне зависимости от материального тела. И Личность может вести себя как раз, как мы уже говорили, совершенно свободно и независимо от того, что по её приказу исполняет сознание сейчас. И вот эти всплески духовные, скажем, духовной Любви, которую действительно цифровик может переносить, они не исходят от тела физического. Но когда большой такой, скажем, ну как это выразить, когда тепло слишком большое исходит от Солнца, да? Ну в материальном понимании, то оно может чувствоваться даже на физическом уровне. Ну оно, в принципе, и чувствуется. Тогда немножко и сознание даже колеблется. Ну надоголь для людей это всё. Понимаешь? Я скажу проще, можно, конечно, голодного накормить, но он утолит жажду лично сейчас. Но лучше дать возможность ему не быть голодным, не испытывать голод, а всё время быть сытым. Ну это правильно. Но в данном случае человек должен сам стремиться к тому, чтобы не просто утолить жажду там или голод, а самому быть источником и пищи, и уваги, скажем, для тех, кто испытывает эту жажду. Вот это правильный подход именно к духовному развитию и к служению. Ну это лишь для тех, кто действительно становится на путь служения. А для тех людей, которые хотят хотя бы соприкоснуться с Миром Духовным, хоть немножко освободиться, то нужно просто выбирать счастье, выбирать Любовь и этим жить, Любовью и счастьем. Просто. Но эта помощь, она неоценимая, она для тех, кто… Она оценима для потенциально Живых. Да, она очень поможет те люди, которые сейчас чувствуют этот посыл. Ведь они по-настоящему счастливы. Они по-настоящему могут понять, что… И знаешь, что радует? И вот действительно радует, что таких людей много. Спасибо, ребята. Мы всегда с вами, когда вы нас не отторгаете. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.